Коллективное против индивидуального К советской России Ишуф относился со смесью восхищения, тревоги, соперничества и отождествления себя с ней. Большевистская революция вызвала огромный энтузиазм. «Интеллектуалы всего мира увидели в этом открытие новой торжественной главы в истории человечества». «Нигде нет политического движения, на которое миллионы людей смотрели вы с таким мессианским стремлением, как на русскую революцию», — писал Берл Кацнерсон. «Люди не до конца понимали природу нового строя. Они не судили его по достоинствам или недостаткам. Они так страстно желали, чтобы старый строй рухнул, что все стремились увидеть в нем только добро и отказывались допускать зло. Это было началом чего-то нового». Опыт революции, которая сравняла с землей старый мир, увлек молодых людей. Первопроходцы Палестины желали пойти по кратчайшему пути, о котором говорилось ранее, построению в Палестине эгалитарного общества и экономики с нуля, как это делали люди в России. На пионеров коммунистическая идеология повлияла в меньшей степени, чем то, что их воображение захватил социальный эксперимент, проводившийся в огромной стране, похожий по своему характеру на тот, что проводился в Палестине, хотя и в другом масштабе. Издали строительный бум, индустриализация и электрификация, организационная дерзость, искоренение неграмотности, успехи в эмансипации женщин, борьба за права детей казались соответствующими стремлениям первопроходцев. Коммунистический режим, взявшийся отменить все формы дискриминации и выдвинувший евреев на руководящие должности, задело очень чувствительные струны в сердцах евреев во всем мире. Когда пионеры Палестины пели «Наши лица направлены к восходящему солнцу, наш путь снова поворачивает на восток, мы с нетерпением ждем великого часа». Они имели в виду и сионистские, и социалистические идеалы. Пионеры Палестины считали себя частью революционного движения и ожидали, что Советский Союз протянет руку помощи. Проблема заключалась в том, что в 1920 году Коминтерн, коммунистический интернационал, объявил сионизм реакционным, считая его союзником британского империализма против арабских масс, которые были оплотом прогресса на Ближнем Востоке. С тех пор история левых в Палестине, а позже и левых в Израиле, отмечена многочисленными попытками обелить сионизм перед Советами и доказать им его справедливость. Отношения между пионерами и так называемым революционным миром не были разорваны из-за неприятия Советов. Плакаты «Хас Хомер на Цаир в Палестине» Копировали стиль «Огонька», иллюстрированного советского еженедельника. Социалистический реализм стал общепринятым стилем многих писателей поколения, достигшего совершеннолетия к 1948 году. Члены молодежного движения с энтузиазмом пели патриотические русские песни в переводе на иврит. Берл Кацнельсон предупреждал, что казачья конница, о которой они пели, совершала еврейские погромы, но, несмотря на это, энтузиазм не угасал. Два издательства, основанные движениями кибуцев, «Зифриат Хапалайм», созданная «Хас Хомер Хад Заир» и «Хахибудс Хамой Хад», созданная одноименной организацией, переводили на иврит популярную литературу и русские сочинения по марксизму-ленинизму, литературу, которую молодое поколение почти не читало. В 1942 году «Зифриат Хапалайм» опубликовала русскую поэзию, антологию лучших современных русских стихов, переведенных на иврит некоторыми из ведущих поэтов Палестины. Никто не заметил, что очень мало стихов советского периода было признано достойными включения. Такие произведения, как «Педагогическая поэма» Антона Семеновича Макаренко, в переводе поэта Авраама Шленского, «Пионера модернизма» в еврейской поэзии, описывающая опыт воспитания и образования беспризорных детей, и «Белеет парус одинокий» Валентина Петровича Катаева «Революция 1905 года» стали бестселлерами в Палестине. Книги о Великой Отечественной войне вызывали восхищение героизмом русского народа в его борьбе с нацистами. В рюкзаке каждого солдата Пальмах был экземпляр книги Александра Бека «Панфиловцы», где описывался героизм части Красной Армии при защите Москвы. Не было никакого сходства между ценностями, прибиваемыми этой книгой и ценностями Пальмах. Например, в повести «Дезертир» был казнен на глазах у своей части. Никто в Пальмах не мог даже подумать о таком, но это не помешало психологическому отождествлению с ними. Образ партизана, бойца, не нуждающегося в звании или униформе, командира, обращающегося со своими людьми на равных, был чрезвычайно убедительным в формировании норм Пальмах. Он соответствовал открытости и искренности в отношениях, в отличие от застегнутого на все пуговицы формализма регулярной армии, которая считалась выражением милитаризма. Сионистский призыв к поколению пустыни отложить удовольствие ради будущих поколений может показаться сходным с советским менталитетом, который без колебаний пожертвовал двумя поколениями ради революции. Существенная разница, однако, заключалась в том, что общество в Палестине было основано на свободе выбора. Любой, кто не хотел принимать директивы коллектива, был освобожден от них. В России такие люди оказывались в ссылке, в богом забытых местах, а в Палестине они переезжали жить в Тель-Авив. В 1920-е годы Советский Союз представил проект, казавшийся альтернативой сионизму. Власти инициировали план сельскохозяйственной колонизации в Крыму для сотен тысяч евреев, обнищавших из-за разгрома среднего класса в России. Второй этап. Включал в себя план создания еврейской автономной области в Биробиджане на Дальнем Востоке. Обе эти возможности пробудили воображение еврейских активистов во всем мире, поскольку они не только предлагали реальное решение для сотен тысяч евреев, но и говорили о советском признании еврейской нации. Британский писатель Израэл Зангвилл, один из первых сторонников Герцля, который стал территориалистом после разногласий по Уганде, но вернулся к сионизму после декларации Бальфура, восторгался широким размахом советских планов. Он утверждал, что Палестина такая же маленькая, как Уэльс, и не сможет удовлетворить потребности миллионов евреев. Джоинт вложил миллионы долларов в еврейские поселения в СССР, а сионистская организация могла только завистью смотреть на это. Энтузиазм, вызванный новым статусом евреев в СССР, привлек пионеров как из числа Гедут-Хава-Фода, так и среди американских евреев-коммунистов. Счастливчикам в конце концов удалось выбраться живыми, но большинство из них погибло в Холокосте, во время сталинских чисток или из-за лишений в отдаленных местах ссылки. Поскольку местные жители выступали против расселения евреев, а сами евреи предпочитали перестраивать свою жизнь в больших городах России, эти проекты не принесли долговременных результатов, но в 1920-е годы они, казалось, представляли идеологическую и практическую альтернативу сионизму. Общество Ишува принято описывать как общество, в котором преобладал дух коллективизма, требующее от людей отказа от своей индивидуальности ради достижения великих национальных целей. И действительно, в отличие от общепринятых норм сегодняшнего индивидуалистического западного общества, сила коллектива была значительнее, чем сила индивидуума. Однако, как и любое обобщение, это слишком упрощенное утверждение. Хотя целью национального движения было спасти всех евреев, оно должно было представить видение личного искупления, чтобы побудить людей к действию. Таким образом, на протяжении всего периода существовало противоречие между индивидуальным стремлением к искуплению и требованием, чтобы каждый человек принимал указания коллектива. Участники второй альи были крайне индивидуалистичны. Они эмигрировали в Палестину поодиночке, без поддержки со стороны какой-либо организации, и сами по себе обосновались в стране. Сформулированные ими методы работы и идеология были самобытными и проистекали главным образом из их жизненного опыта в Палестине, в произведениях молодых людей, которые заново открыли для себя свою еврейскую идентичность, таких как поэтесса Рахель Блюфштейн или писатель Цви Шац, соратник Трумпельдора, можно заметить сильный личностный акцент в его или ее желаниях, страданиях и поисках души. Литература, переведенная на иврит участниками второй альи, это литература индивидуальности. Например, поэзия Михаила Лермонтова, рассказы Герхарда Гауптмана, романы Федора Достоевского. Большое разнообразие культурных тенденций периода второй альи говорит об открытости миру. В 1920-е годы, под влиянием большевистской революции, коллективизм становился все более популярным. Среди участников третьей альи, особенно в Геду Тхава-Афода, наблюдались коллективистские тенденции. Новоприбывшие эмигрировали в Палестину в составе групп, которые позже присоединились к централизованным организациям, подчеркивавшим приоритет общества над отдельным человеком. Члены Хасхомер Хадзаир, эмигрировавшие в Палестину, были приверженцами учений Фрейда и Густава Ландауэра, ярких индивидуалистов, которые ставили во главу угла личное возрождение. Но, будучи уже в Палестине, они примкнули к марксистскому движению, принявшему, так сказать, идеологический коллективизм Это означало, что после бурных идеологических дебатов обычно принималась позиция исторического руководства движения Яаков, Хазан, Меир, Яари. Группы эмигрантов из Хэхалутс и Бетар, а также люди из рабочих молодежных движений Палестины в 1930-х годах, культивировали преданность сообществу и подчинение индивидуальных желаний, воле движения. Члены подполья и полувоенных формирований Шува признавали авторитет коллектива в виде нерушимого правила «Мы все были призваны на всю жизнь, Только смерть уволит нас из рядов!» Так выразился Авраам Штерн в сочиненном им гимне Лехи. Таким образом, очевидно, что были идеалистические меньшинства, которые приняли то, что в то время было известно как так называемое «решение движения». Для движения, взявшего на себя задачу построения нации, существование таких меньшинств было жизненно важным. Вопрос о том, в какой степени эти нормы преобладали среди широкой публики и располагал ли коллектив властью, чтобы заставить людей подчиняться ему. Общественные интеллектуалы, пропагандисты и педагоги, все они превозносили принявших догматы коллектива, хотя и с оговорками. Например, темы, так сказать, возвышения человека и важность личности были центральными для молодежных движений Палестины. Литература, даже созданная поколением 1948 года, относилась к коллективизму неоднозначно. Главные герои рассказов о кибуце «Ма-Агалот» Круги Давида Малеца Эфраим Хозер Ла Асперсет Эфраим возвращается к Люцерне из Схара Эс и Хадар Асха Моше Шамира Ху-Халах-Басадот «Он ходил по полям», который, как считается, выражает коллективистский дух, создает противоречие между стремлением Мики, главной героини, к личному счастью и приверженностью коллективу главного героя Ури. Люди в то время осознавали напряженность между индивидуальным и коллективным. Они считали себя неподчиненными неизбежной власти, а скорее, обладающими выбором. Интеллигенция, отождествляя себя с рабочим движением, поддерживала свои индивидуалистические идеалы и выражала их в своих произведениях. Удачным примером можно назвать Натана Альтермана, автора «The Seventh Column» седьмой колонки, название, относящееся как к его еженедельной газетной колонке, так и к сборнику стихов, составленных из этой колонки. Политической поэзии, в полном смысле этого слова, которая внесла свой вклад в формирование коллективистского духа и «Кокхафим Бахуц» — «Звезды снаружи», сборника лирической, индивидуалистической, любовной поэзии. Популярность поэзии Альтермана среди молодежи демонстрирует ее полное отождествление с индивидуальным опытом и личным самовыражением. Хотя общественный и политический дискурс создавал впечатление, что авторитет коллективного духа общепризнан, за этим общественным имиджем лежали индивидуалистические тенденции, которые не следовали, так сказать, решениям движения. Люди на так называемой горе, гора Скопус, где располагался еврейский университет, не соответствовали духу Эмека. Отсев в молодежных движениях даже до того, как их члены попадали в кибуц, был огромным. По прибытии в страну многие члены Хасхалуц решили искать работу в Тель-Авиве вместо того, чтобы уезжать в сельскую общину. Не все, кто отправился в кибуц, оставались жить там. Каждый раз, когда власть Иешуба призывали к массовым волонтерским акциям, зачислению в британскую армию, выплатам в Кофер Кай-Схуф, Фонд для финансирования нужд безопасности и в Макбит-Хаги-Юс-Фетаха-Цала призыв о выделении средств для военных действий Иешуба в 1942 году, было очень трудно заставить людей принимать решения сообщества без принуждения. Таким образом, изображение Иешуба, добровольно принявшего решение общины, кажется преувеличенным и упрощенным, опуская пестрые оттенки мозаики Иешуба. Вспомним также, что до 1950-х годов во всем мире маятник между благом личности и благом нации склонялся в сторону национальных интересов, в то время, когда нации боролись за свое существование, как, например, во время Второй мировой войны, личные интересы везде были отодвинуты на второй план. Развитие особой культуры Иешуба Общество Иешуба обычно изображается превозносящим ручной труд простых рабочих и презирающим интеллектуалов. Художники, писатели и поэты, входившие в Гедут-Ха-Афода, говорили, что у них было ощущение, что они должны были скрывать свои интеллектуальные, так сказать, слабости, чтобы не подвергаться насмешкам или не потерять свое положение. Но, хотя некоторые люди сообщали об этом, сомнительно, чтобы их личный опыт в целом соответствовал действительности. Иешуб унаследовал уважение как еврейских, так и русских традиций к писателю и поэту. Хотя Иешуб восхвалял ручной труд рабочего еще со времен Второй Алии, он также высоко ценил интеллектуалов. Иосиф Хаим Бреннер жил в лагере Гедут-Ха-Афода в Мигдале, и им глубоко восхищались, хотя большинство его товарищей, которых он учил и в Риту, не были способны прочитать его рассказы. Ури Цви Гринберг, эмигрировавший в Палестину в 1924 году, был встречен с энтузиазмом, и в следующем году был опубликован его сборник стихов «A Great Fear and the Moon» «Великий страх и луна». Две рабочие партии, Адут-Ха-Афода и Хапуэль-Надзаир, соревновались друг с другом в издании литературных журналов. Учитывая финансовые трудности, которые вызвало соперничество, это наглядно демонстрировало важность культурной жизни. В 1920-е годы Центр еврейской культуры переместился из России в Палестину. Агнон, ша и краткое, Ахат-Хаам и прежде всего Хаим-Нахман-Бялик обосновались в Палестине и вновь приобрели известность и большое количество поклонников. В 1925-м году Берл Кацнельсон начал издавать «Дафар» ежедневную газету «Хистадрут» и пригласил интеллигенцию Ишува сотрудничать в ней. Другой пример, показывающий, что интеллигенции придавалось большое значение, это особое отношение между рабочим движением и еврейским университетом. Многие члены Брит-Шалом были преподавателями университета. По мере усиления борьбы между арабами и евреями, его положение как мирного союза становилось все более маргинальным. Контраст между двумя позициями лекторов Брит-Шалом и студентов был особенно острым. Тем не менее, диалог между Брит-Шалом и руководством рабочего движения продолжался на протяжении всего периода существования Ишува. Первые считались достойными собеседниками, которых нельзя исключать из сионистского движения, даже когда их мнение противоречило позиции руководства еврейского агентства. Невозможно переоценить значение деятелей культуры в формировании общества Ишува. Бреннер и Гордон стали провозвестниками рабочего движения. Молодежные движения использовали их произведения для просвещения своих членов. Бялику, национальному поэту, дозволялось критиковать любое событие, происходившее в еврейском мире и в Ишуве. Такие писатели и поэты, как Ури Цви Гринберг, Авраам Шленский, Элиазер Штейнман, Александр Пенн, а после них Натан Альтерман, Йонатан Ратош, Изас Хар, С, а также писатели и поэты поколения 1948 года, получили особый статус в Ишуве, сродни положению интеллигенции в русском или французском обществе. Среди правых ревизионистов Ури Цви Гринберг носил мантию поэта-пророка, предвидящего будущее. В 1940-х годах седьмая колонка Альтермана, выражавшая дух Ишува и его устремления, считалось настоящим рупором своего времени. Альтерман, не колеблясь, говорил голосом гуманистической морали, критикуя действия и ошибки левых и правых, а своей яростной и сильной критикой британской политики он снискал себе настоящую славу в Ишуве. Рабочее движение сионистов превозносило того, кого называло так называемым культурным рабочим, рабочего, бывшего также потребителем культуры и прилагало все усилия, чтобы сократить разрыв между интеллектуалами и рабочими физического труда. Хотя эта миссия так и не была выполнена, намерение, стоящее за ней, опровергает утверждение об антиинтеллектуальных тенденциях внутри движения. В публичных библиотеках рабочих кружков был широкий круг читателей, читавших книги на иврите. Комнаты досуга были заполнены читателями газеты-журналов. Концерты филармонического оркестра у источника Харод, популяризация хоров и других музыкальных мероприятий в кибуцах демонстрировали стремление к красоте и к культуре, которая сохранялась даже в условиях материальных трудностей. Публичность всех этих культурных мероприятий говорила об их важности в глазах руководства. Герцль полагал, что чрезмерное количество еврейской интеллигенции было одной из причин антисемитизма. Но даже если новый еврей в теории должен был избавиться от чрезмерной духовности, приписываемой еврейскому интеллектуалу, в отличие от рабочих, которые зарабатывали на жизнь физическим трудом, все же богатая духовная жизнь, развивавшаяся в маленьком ишуве и превратившая его в центр еврейской культуры, свидетельствует о том, что в данном вопросе расхожие представления были далеки от реальности. У образцового первопроходца с мотыгой и винтовкой было еще одно качество. Он говорил на иврите. В учебных центрах в диаспоре приоритет при эмиграции отдавался тем, кто знал иврит. Эта политика демонстрировала огромное значение предававшееся языку и культуре, проистекающей из него. Для формирования нации согласно европейской националистической традиции, в которой язык был основным символом существования нации, иврит возобладал как в светских, так и в религиозных образовательных учреждениях Мизрахи в Палестине благодаря так называемой «войне языков», разразившейся к концу периода второй Алии. Только ультра-ортодоксы использовали идиш в качестве языка обучения. В мандатный период представители Ишу вратовали за признание иврита в качестве официального языка наряду с арабским и английским, и в значительной степени им это удалось. Статус иврита был символически отражен в названии страны, которая стала известна как Палестина Эрец Исраэль. Своего рода компромисс между требованиями евреев признать историческое еврейское наследие страны и яростным сопротивлением арабов этому. Хотя Ишуб стал мировым центром евритской культуры в 1920-х годах, это не обеспечило преобладание иврита как разговорного языка. Каждая волна эмиграции привносила с собой родные языки эмигрантов. Типичным еврейским языком был идиш, любимый родной язык всех поборников иврита. После Черновицкой языковой конференции 1908 года, посвященной идишу, и в целом с 1920-х годов идиш и иврит соревновались друг с другом за сердца и умы евреев. Когда процветала художественная литература на иврите, на идиш также появилась билетристика. Таким образом, по мере того, как ивритская литература опускалась от священной к светской, идиш поднимался со статуса народного языка к языку высокой культуры, социалистические движения бунда и фолькистов, которые боролись за еврейскую автономию в Восточной Европе, позиционировали идиш как язык еврейских масс, а иврит как реакционный священный язык образованной еврейской элиты, оторванной от жизни простых людей. После большевистской революции коммунистическая партия создала евсекцию, еврейскую секцию, отвечавшую за еврейскую культуру в России, отождествляя иврит сионизмом, она подавляла и то, и другое, запрещая их в СССР. Однако сионистское движение не запрещало идиш. Хехалутс вело свою деятельность в Польше, в основном на идише, поскольку большинство кандидатов на иммиграцию не знали иврита. Бен-Гурион, заклятый гебраист, который использовал этот язык еще до иммиграции в Палестину, на предвыборных митингах в Польше говорил «на идише», он поступил так же, когда совершил поездку по лагерям перемещенных лиц в Германии после Второй мировой войны. Но до тех пор, пока левые несионисты связывали идиш с политическим неприятием сионизма, делая его соперником ивриту, два еврейских языка, казалось, соперничали друг с другом. В Палестине сначала массовой иммиграции усилились стремления сделать иврит преобладающим разговорным языком. Легион защитников языка был сформирован в Тель-Авиве, его члены порицали людей, публично общавшихся на идише, это случалось с бяликом, любившим говорить на идише, а не на иврите, который, по его словам, не скатывался с языка. В тридцатые годы двадцатого века фанатики иврита столкнулись с другой проблемой. Большинство иммигрантов из Германии говорили только по-немецки и не проявляли особой склонности к изучению иврита. Фанатики утверждали, что немецкие евреи не должны разговаривать на языке нацистов на улице. Этот излишний фанатизм только усложнял новую жизнь иммигрантам. Молодое поколение выучило еврит и относительно свободно говорило на нем, что свидетельствует о том, что другие языки имели лишь временное влияние. Тель-Авив, арена проявления ненужного фанатизма, проявлял терпимость к иностранным языкам в одной примечательной области — названиях улиц. Несмотря на то, что Тель-Авив известен как первый, так сказать, еврейский город, он почтил память отцов-основателей сионизма, его писателей и поэтов, а также выдающихся евреев в истории, не обращая внимания на их нееврейские имена. В конце концов, дебаты об идиша и еврите прекратились с уничтожением миллионов евреев, носителей идиша в Восточной Европе. В СССР культура идиша была уничтожена в конце 1940-х годов вместе со своими сторонниками, а в США она просто исчезла с уходом старшего поколения. Прославление пионеров как идеальных представителей движения рабочего сионизма было частью разносторонних попыток превратить палестинское общество в альтернативу буржуазному обществу, зародышами этого утопического общества были трудовые поселения, образ жизни в которых полностью соответствовал идеалу. Но большинство рабочих в Палестине жили в городах и лишь частично отождествляли себя с рабочей идеологией, их привлекали соблазны города и свойственный ему гедонизм, буржуазный образ жизни, однако их верность рабочим идеалам, движению и принятие подобной идеологии в качестве основы для строительства страны были жизненно важны для движения стремившегося укрепить политическую гегемонию, опираясь на массовую поддержку. Социализация рабочих и их семей в духе господствующего этоса осуществлялась как прямо, так и косвенно. Их приглашали посещать уроки еврита и вечерние занятия для взрослых и рабочей молодежи, чтобы повысить уровень образования. Ежедневная газета «Дафар» была задумана с целью донести левое сионистское мировоззрение до каждого дома. В 1930-е годы вышел в свет «Дафар Лиэ Ладим», детский «Дафар», первоклассный «Еженедельник», предназначенный для просвещения поколения юных читателей. Время от времени «Дафар» публиковал книги, соответствующие сионистско-социалистическому мировоззрению. Газета распространяла их со скидкой среди подписчиков. В начале 1940-х годов развитие пропаганды через печатную продукцию завершилось созданием издательства «Ам-Офэд» «Трудящийся народ». В отличие от издательств «Хасхомер», «Хадзаир» и «Хахибус», «Хамойхад», главными целями которых были марксистская идеологическая обработка и воспитание доброжелательного отношения к СССР, «Ам-Офэд» следовало литературным вкусам своих читателей, делая упор на еврейскую тематику и отождествляя себя с еврейским народом. В 1928 году театр Габима прибыл из России и обосновался в Тель-Авиве. Несмотря на всеобщее восхищение, Габима Хистадрут основала театр ХАОЭЛЬ, который позиционировался как рабочий театр, часть альтернативного общества. Спортивное общество для рабочих ХАПОЭЛЬ подчеркивало различия между собой и спортивным обществом представителей среднего класса Макаби. В первые годы своего существования ХАПОЭЛЬ не поощряла соревновательные виды спорта, а сосредоточилась прежде всего на зрелищных. С годами различия между двумя организациями стирались, но ХАПОЭЛЬ сохранила верность левых болельщиков, которые отождествляли себя с его командой и приходили на футбольные матчи в красных рубашках очевидным классовым символом. В дополнение к таким услугам, как больничная касса и биржа труда, Хистодрут строила так называемое жилье для рабочих, уютные, хорошо спланированные кварталы с большими зелеными насаждениями между зданиями. Она также строила школы для детей рабочих, образование в которых подчеркивало важность ручного труда, привлекая учащихся к работам в огороде и с домашним скотом и прививая ценности трудового движения. Эти жилые комплексы и школы предназначались в основном для семей чиновников и постоянных рабочих, рабочей элиты. Бедные рабочие не могли позволить себе такое жилье и обычно отправляли своих детей в общеобразовательные школы, но попытка создать рабочее сообщество, в котором рабочие жили бы рядом с друг с другом и усваивали одни и те же манеры и нормы поведения, имела решающее значение для формирования их самосознания как носителей иной культуры. Эта культура имела свои черты и символы. В одежде подчеркивалась пролетарская сдержанность, простая синяя хлопковая рубашка, которую предпочитали участники молодежного движения. «Синяя рубашка лучше любых украшений», пели они. «Косоворотка, носимая по праздникам, например, в канун субботы, женский сарафан и длинные косы, шорты цвета хаки бойца палмах, шапка тембель кибуцника, фуражка городского рабочего». В канун субботы обычно устраивали танцы. Кибуцы и молодежные движения предпочитали хороводные танцы, хоры, которые не требовали особого мастерства и позволяли присоединяться к ним одиноким людям, хоры кружились с невероятной скоростью под звуки хасидских мелодий, подчеркивая связь между религиозным и светским началом, одобрялись парные танцы на русские мелодии, поскольку они были, так сказать, народными танцами, которые якобы воскресили изобвение подлинную массовую культуру в духе возрождения традиций европейских националистических движений, многочасовое пение создавало чувство принадлежности к сообществу и общим ценностям. Здесь также упор делался на равенство. Хор преобладал над самоуверенными солистами, праздничные церемонии продумывались таким образом, чтобы в представлении участвовало как можно больше детей. Эта практика привела к так называемым инсценировкам, чтению текстов по очереди, не требующему ни актерского мастерства, ни вокального таланта. Одним из самых популярных отрывков было стихотворение Исхака Ламдана «Масада», описывающее беженцев, спасающихся от погромов 1920 года на Украине в Палестину, сопротивляя соблазну красных чар «Открой свои ворота Масада, и я, беженец, войду», провозглашает Ламдан, для которого Масада символизировала не разрушение, а возрожденную Палестину. Он взывает «Никогда больше не падет Масада». Еврейский календарь представлял широкие возможности для применения религиозных символов в светском мире и адаптации их потребностям трудовых поселений. Таким образом, праздники Сукот, Кущи, Песах и Шавуот, Пятидесятница, стали сельскохозяйственными. В каждом уважающем себя кибуце была своя церемония бикурим сбора первых плодов, с процессией, демонстрирующей все достижения кибуца в сфере сельскохозяйственной продукции и животноводства, а также новейшую сельскохозяйственную технику. Эти фестивали породили музыкальные и танцевальные традиции. Стены столовой были декорированы в соответствии с художественными талантами участников. Пасхальный седр был большим праздником, проводившимся в обеденном зале за столами, покрытыми белыми скатертями, с традиционной пасхальной агадой, замененной местной письменной версией, отражающей дух времени и его проблемы, и включающей чтение литературных отрывков и пение. Однако, героическая попытка создать альтернативное общество и изобрести для него подходящие культурные образцы, так и не преодолела соблазнительную силу буржуазной современности. Культурные нормы мелкой буржуазии существовали и процветали наряду с нормами социалистического сионизма. В Тель-Авиве, центре буржуазного общества в двадцатые годы прошлого века, иммигранты из Польши построили множество так называемых домов мечты. Эти дома должны были сочетать архитектуру Востока и Запада, но на самом деле представляли собой странное и необычное сочетание эклектических стилей, которое выражало стремление тель-авивской буржуазии к жизни в комфорте и роскоши. Некоторые районы Тель-Авива могли похвастаться последними архитектурными новинками, они были построены в 1930-х годах в стиле баухаус с просторными квартирами. С тех пор, как во время второй алии в Тель-Авиве было построено первое кафе, этот город проявил явную тенденцию гедонизму и жизнерадостности. Еще в 1920-х годах, а тем более в 1930-х годах, в витринах магазинов на главных магистралях была представлена последняя парижская мода. Кафе и рестораны были переполнены, культурная и политическая элита предпочитала встречаться в буржуазных кафе, а не на рабочих кухнях или в скромных культурных центрах. На набережной Тель-Авива теснились кафе, где играли оркестры, так что посетители могли танцевать бальные танцы, такие как танго и вальс в лучших европейских традициях. Резкий контраст между аскетическим образом жизни трудового поселения и открытым гедонизмом города вызвал резкую критику в адрес Тель-Авива, само существование которого было постоянным искушением для пионеров, вынужденных отказываться от радости жизни, чтобы построить нацию. Очень немногие городские рабочие могли устоять перед притяжением буржуазного гламура. Досуговая культура Тель-Авива привлекала как средний, так и рабочий класс. Широкие массы посещали пляж, соответствующий их пожеланиям и размеру их кармана. Рекламные щиты приглашали публику на культурные мероприятия от вечеров «Онек с Хабат», буквально «Субботняя радость», встреча субботы, проводимых вялеком в качестве выражения высокой еврейской культуры, которую стремилась взрастить интеллигенция, до сатирических театров, таких как Кум-кум и Мататен. Самым популярным развлечением было кино, даже несмотря на то, что сторонники высокой культуры выступали против него, считая его легкомысленным способом бегства от реальности, вшествие от «Дело Яда», сопровождающая праздник Пурим, название происходит от раввинистического изречения, что на Пурим следует пировать до такого состояния, что уже не помнишь себя, от «Дело Яда», были образцом яркой развлекательной культуры, характерной для Тель-Авива и привлекавшей тысячи людей. Во время фестиваля улицы были заполнены гостями со всей страны, в том числе из трудовых поселений, приезжавшими пощеголять в костюмах и насладиться атмосферой карнавала, даже арабы соседнего Яфо любили гулять среди счастливой толпы. Ярмарка «Востока», впервые открывшаяся в 1932 году, дала возможность продемонстрировать промышленные и сельскохозяйственные достижения страны. На открытии присутствовали все ведущие лица страны. Тель-Авив зарекомендовал себя как экономическое и производственное сердце Палестины, не менее важное, чем трудовые коммуны. Однако на молодую американскую студентку, приехавшую в Палестину в октябре 1947 года, большее впечатление произвели различия между Тель-Авивом и Иерусалимом, где она жила. Тель-Авив очень далек от провинциального Иерусалима, он очень сложен и космополитичен, с легким еврейским акцентом. Город напомнил ей Кони Айленд. В нем есть что-то карнавальное, огромные вывески, ревущие звуки, смеющиеся лица, шумные дети и яркие цвета. В Тель-Авиве проводились массовые мероприятия, залы в городе были маленькими и душными, открытая площадка в средиземноморском климате более привлекательна для своего рода уличного театра, политические митинги под открытым небом продолжались часами, зрители стояли и жадно слушали выступающих, жара, липкие от пота тела и столпотворение не смущали сотни и тысячи сторонников. В дотелевизионную эпоху политический митинг был единственной прямой формой контакта между общественностью и ее лидерами. Посещение этих мероприятий демонстрировало солидарность с организаторами, а также готовность приобщиться на несколько часов к решению политических вопросов. Такой митинг был одновременно политическим заявлением и своего рода развлечением, поскольку политические лидеры были первоклассными ораторами, знавшими, как привлечь внимание публики. Первомай стал поводом для массовых демонстраций хистодрут и левых партий, руководства хистодрут, профсоюзы, рабочие, особенно те, которые принадлежали Хефрат Ха Авдим или Обществу рабочих, кибуцы и молодежное движение. Все они обеспечивали присутствие своих членов, размахивали красными флагами и произносили зажигательные речи, после чего публика спокойно расходилась. В день Тель-Хай, одиннадцатый день еврейского месяца Адар, посвященный Трумпельдору и его товарищем, павшим при защите поселения Тель-Хай в 1920 году, молодежные движения проходили маршем по улицам города, причем те, кто был в коричневой форме бетар, маршировали отдельно от тех, кто носил синие рубашки. В то время как Первомай символизировал солидарность с рабочим движением во всем мире, день Тель-Хай сионистскую борьбу за Палестину. Бетар выделяла миф о Трумпельдоре воине, который, умирая, прошептал «Хорошо умереть за свою страну». Те, кто был в синих рубашках, подчеркивали, что Трумпельдор был пионером, человеком, возделавшим свою землю. Лозунг «Нельзя отказываться от того, что мы построили», выдвинутый одним из павших при защите поселения Тель-Хай, стал центральным элементом в идеологии рабочего движения. Торжественное шествие молодежных движений на Хануку показало, как преобразился этот праздник. Традиционный праздник маленького кувшина с маслом превратился в праздник героизма. Доблесть Маковеев вдохновляла отцов-основателей сионизма и их мечту изменить образ жизни евреев. «Маковеи снова восстанут», заявлял Герцль. Когда Бялик хотел подчеркнуть убожество евреев во время Кишиневского погрома, он сравнил их трусость с героизмом их предков Маковеев, а в стихотворении «they say there is a land», говорят, что есть земля, Черняховский провозглашает «ты, Маковей, чудо не случилось с нами, мы не нашли кувшина с маслом, мы продирались через скалы, пока не стекли кровью, и воссиял свет». Так пела сионистская молодежь, противопоставляя себя тем, кто верил в чудесное возрождение. Популярными оставались традиционный ханукальный волчок и блины, но в целом праздник приобрел общественное значение, призванное продемонстрировать историческую традицию героизма на Святой Земле. В Тель-Авиве прошли и крупные национальные похороны. Эта традиция началась с похорон людей, погибших в беспорядках 1921 года, в том числе всеми почитаемого писателя Йосефа Хаима Бреннера. Она возобновилась в связи с похоронами убитого Хаима Орлазорова, главы политического отдела еврейского агентства 1933 год и продолжилась похоронами Бялика, мэра Тель-Авива Меира Дизенгофа, Берла Кацнельсона и многих других. Устраивались массовые похороны диетерей культуры в знак уважения к усопшим и в честь тех идеалов, которые они отстаивали. Похороны жертв беспорядков дали возможность выразить солидарность с трудящимися или правыми. Аналогичную цель преследовали массовые демонстрации против правительства мандата. Особого внимания заслуживают протестные демонстрации против Белой книги в 1939 году и послевоенные демонстрации с требованием открыть ворота Палестины под лозунгом «Свободная миграция! Еврейское государство!» Система образования работала над тем, чтобы привить молодому поколению приверженность сионистской идее. Каждую пятницу дети приходили в школу с пожертвованием Еврейский национальный фонд, который они помещали в голубую копилку Е.Н.Ф. Класс, собравший больше всего денег, получал награду, а песни на сопутствующей церемонии подчеркивали важность этих пожертвований для выкупа земли. Одним из уроков начальных классов была «Родина», охватывавшая географию, климат и флору страны. На первой странице тетради, куда дети записывали песни о Палестине, которые выучили в том году, была изображена карта Палестины. Детские книги подчеркивали связь со страной. Одна из популярных книг называлась «Our land you are beautiful» «Наша земля, ты прекрасна». Учебники пестрели такими словами, как «Родина» и «Наша земля». Дети пели, как солнце светит на горе, и как в долине поутру блестит роса, «Мы любим тебя, наша Родина». «Радостью, песней, трудом, от склонов Ливана до Мертвого моря мы вспашем твои поля. Сажайте, обрабатывайте и стройте для себя, чтобы она стала прекрасной». Не подвергалось сомнению, что песня олицетворяет именно землю, а не нацию. Праздник посадки деревьев отмечался пятнадцатого числа еврейского месяца Шват. Согласно представлениям сионистов, арабы уничтожили леса страны, вызвав эрозию почвы. Теперь евреи пришли, чтобы вернуть Палестине былую красоту земли, текущей молоком и медом, поэтому необходимо сажать деревья. На церемонии посадки деревьев, проводившейся детьми детского сада и начальной школы, всех объединял лозунг «Заставь пустыню цвести!» Школы и молодежные движения организовывали поездки к историческим местам, таким как могилы Маковеев в Мадиине, в Масаду и в Тель-Хай. В каждой поездке говорилось о героической истории этих мест, песни, которые участники пели во время поездок, тексты, читаемые на местах боевой славы, физические нагрузки во время прогулок, отождествление себя с группой сверстников, чувство единства и принадлежности к единому целому, все это вместе способствовало тому, чтобы в души подростков глубоко запала любовь к стране, ее пейзажам и ее истории. Отождествление себя с конкретной землей, ее жарой, пылью и горными источниками было новым для детей, родившихся и выросших в Палестине. Поколение их родителей не знало этого. Благодаря еврейской истории и сионистской идеологии они стали ощущать себя хозяевами страны, они не тосковали по другим пейзажам, для местных детей. Быть хозяевами земли было само собой разумеющимся, это была их родина. Другой они не знали. Если во время своих экскурсий им встречались арабские деревни, они воспринимали их как часть пейзажа. Возможно, это было причиной некоторого напряжения и чувства опасности, из-за чего волнение от поездки усиливалось, но они не считали арабов претендентами на владение страной. Если бы среди людей Ишува после Второй мировой войны был проведен опрос о сионистских идеалах, можно предположить, что большинство из них высказало бы стандартные формулировки о неспровержении пирамид и создании рабочего класса в Палестине, важности первопроходцев, чудесной молодости страны, злобе британцев и отсталости арабов. Они, вероятно, осудили бы нанимателей арабской рабочей силы и потребовали бы свободной эмиграции в Палестину. Если бы их спросили, готовы ли они посвятить свое время и свою жизнь достижению национальных целей, многие заявили бы о своей готовности и желании. Можно также предположить, что они выразили бы веру в сионистское руководство во главе с Давидом Бен-Гурионом и проявили бы готовность последовать за ним. На первый взгляд, этот опрос показал бы преобладание сионистско-социалистической идеологии в ее умеренной форме в духе Мапай. На сознательном уровне общественного дискурса, пропаганды и просвещения это было всеобщее мировоззрение, принятое не только левыми, но и центром и даже правыми. Совершенно другой вопрос. Насколько этим мировоззрением руководствовались в повседневной жизни. Часть третья 1948-1967 годы Строительство нации Глава седьмая Война за независимость 1947-1949 годы Ночь 29 ноября 1947 года после голосования Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о разделе Палестины была отмечена спонтанным изъявлением радости. Толпы танцевали на улицах. Благодарственная молитва Халель возносилась в синагогах, специально открытых посреди ночи, а дети усыпали цветами зловещие британские бронемашины. Одним из тех, кто не принимал участия во всеобщих торжествах, был Давид Бен Гурион. Будучи реалистом, он осознавал кровавые потери, которые принесет создание еврейского государства. Годом ранее, на 22-м Сионистском Конгрессе, он посоветовал руководству службы безопасности Ишува держать еврейские силы под контролем и избегать конфронтации с британцами, поскольку вскоре будет объявлено государство, что повлечет за собой войну не только с арабами Палестины, но также и с регулярными войсками арабских государств. В то время государства, члены Лиги Арабских Государств, созданные к концу Второй Мировой войны для формирования Объединенного Арабского Фронта, были еще далеки от принятия какой-либо резолюции о военном вмешательстве в Палестину. Оценка Бен-Гуриона была основана не на достоверной информации, а скорее на оценке существующей динамики в Палестине и арабских государствах, которая в конечном итоге приведет к вторжению последних в Палестину. В июле 1945 года это же понимание заставило его созвать конференцию богатых и выдающихся евреев в Нью-Йорке и убедить их предоставить исполкому ВСО средства, необходимые для покупки оборудования для производства оружия из избытков армии США, продававшихся как лом. Он сказал им, что борьба в Палестине больше не будет вестись исключительно против арабских банд, но против арабских армий, и поэтому крайне важно создать еврейскую оружейную промышленность в Палестине. Еврейский энтузиазм по поводу резолюции ООН проистекал из того факта, что народы мира признали право еврейского народа на суверенное государство в Палестине, но помимо этого было ощущение, что здесь произошло великое чудо. Как говорится в ханукальной истории, это ощущение чуда, которое позже было распространено на все события 1948 года, так называемого Года Чудес, преобладало, потому что вопреки ожиданиям англичан и арабов и восточный и западный блоки поддержали проект резолюции. Как мы видели, Советский Союз и Коминтерн яростно выступали против сионизма и враждебно относились к еврейскому национализму. В феврале 1947 года, когда британцы решили покинуть Палестину, они предположили, что Организация Объединенных Наций не достигнет обязательной резолюции по Палестине, для которой требовалось большинство две трети голосов из-за противодействия Советского Союза. Но вместо этого Советы воспользовались этой возможностью, чтобы подорвать позиции Великобритании на Ближнем Востоке и ускорить ее уход из Палестины, поддержав создания еврейского государства. В апреле 1947 года постоянный представитель СССР при организации Объединенных Наций Андрей Громыко выступил с речью в поддержку решения палестинского вопроса, в котором признаются права евреев, а также катастрофа, постигшая их во время Второй мировой войны. Хотя он выразил предпочтение единому двунациональному государству, он описал евреев как нацию достойную собственного государства и поднял вопрос о возможности раздела Палестины и создания в ней двух государств, одного еврейского, а другого арабского. Эта речь знаменовала изменение позиции СССР и 29 ноября СССР и его сателлиты проголосовали за разделение. Это было так называемое «великое чудо», поразившее как союзников, так и врагов. Евреи были склонны объяснять изменения советского положения следствием Холокоста. Некоторые даже говорили, что Сталин явно выразил свое намерение поддержать еврейское государство в качестве компенсации за то, что евреи перенесли во время войны. Исторические исследования отвергли это объяснение. Ни моральные принципы, ни историческая справедливость не побуждали великие державы проголосовать за резолюцию о разделе, каждый руководствовался своими интересами. То, что евреям казалось божественным чудом, признаком существования глобальной системы правосудия, было воспринято арабами как вопиющая несправедливость, судебная ошибка и акт принуждения. Их призывали согласиться на раздел страны, которая всего тридцать лет назад считалась арабской, и на создание в ней еврейского государства. Для них признание национальных прав евреев в Палестине было невыносимым, и единственно возможным ответом было вооруженное сопротивление. В основе этих различий в восприятии лежало то, что позже проросло в противоположные еврейские и палестинские нарративы о войне 1948 года. Названия данной войне отражают этот резкий контраст. Бен-Гурион назвал ее «Милькхемет Хаккомемиут» фразой, которая буквально переводится как «Война за суверенитет», но фактическое значение, которое несколько расплывчато, и его трудно передать. Наиболее близка по смыслу фраза на русском языке «война за независимость», отражающая самое важное изменение, которое произошло в результате этого достижения еврейского суверенитета. Бойцы Пальмах, предшественника и передовой части новой израильской армии, назвали это «войной за освобождение», как если бы это была еще одна антиколониальная война, ведущая к освобождению от иго иностранного правителя, в данном случае британцев. Однако война велась не против британцев, против арабов. Это была не освободительная война, а война между двумя народами, стремящимися к контролю над одним и тем же участком земли. Со своей стороны арабы назвали войну нейтральной фразой «война 1948 года», подразумевая, что это была лишь одна из серии войн, которая велась и будет вестись. Меньше внимания уделялось самой войне. Ее причинам и ходу, так как согласно их точки зрения, наиболее важен был результат — потеря Палестины как государства и изгнание примерно 700 тысяч палестинцев. Для них это была накба, катастрофа. игроки драмы война за независимость естественно не знали того, что мы знаем сегодня. Их озарения и реакции наряду с их действиями и бездействием происходили в лучшем случае в ситуации нехватки разведывательных сведений и в худшем полного их отсутствия. решения были приняты на основании необоснованных предположений. Так, например, евреи не верили, что британцы действительно и по-настоящему намеревались эвакуироваться из Палестины. Некоторые вообще не верили в это и нашли доказательства прима фачи на первый взгляд итальянский тайного британского заговора целью уничтожения Ифуа, в то время как другие колебались между полной и частичной верой. Это ошибочное предположение также поддерживало мнение, что британцы стремились создать ситуацию, в которой побежденные евреи будут умолять их вернуться и возобновить правление в Палестине, не делая никаких уступок евреям или поддерживая национальные очаг. Фактически, британская политика в Палестине с 29 ноября 1947 года по 15 мая 1948 года в период так называемого межобщинного конфликта определялась прежде всего необходимостью обезопасить пути вывода войск из Палестины и постепенный демонтаж военной и гражданской инфраструктуры. После вторжения арабских государств евреи не поверили утверждениям Великобритании, что она фактически ввела эмбарго на поставки оружия на Ближний Восток. Они не знали, что британское правительство отвергло все просьбы обойти эмбарго и что у арабского легиона, главного военного противника евреев на Центральном фронте закончились боеприпасы и он находится в отчаянном положении. Другой пример. Осведомленность евреев в то время не соответствовала нашему нынешнему пониманию ситуации относительно мощности еврейских и арабских сил. Арабское население к западу от реки Юардан было вдвое больше еврейского населения, хотя британцы старательно охраняли береговую линию и не позволяли оружию или боевикам достичь берегов страны, их армия не могла блокировать сухопутные границы, а арабы могли без особых усилий переправлять оружие и боевиков по суше из арабских государств. Арабская освободительная армия Лиги арабских государств во главе с Фавзи Аль-Кавукджи пересекла границу еще до того, как британское правление в Палестине закончилось. Решимость и самоуверенность, не говоря уже о хвостовстве арабских СМИ и представителей палестинского национального движения, создавали впечатление, что они обладают реальным военным потенциалом, что вызывало обеспокоенность. 30 ноября 1947 года арабы инициировали столкновения, которые разожгли войну между двумя национальными общинами, массовые беспорядки в новом коммерческом центре Иерусалима с поджогами и разграблением еврейских магазинов. Слабый ответ от Наганах не осулил ничего хорошего в будущем. Дороги, связывавшие еврейские поселения по всей стране, внезапно стали опасными, поскольку проходили через арабские деревни. Единственным исключением стала дорога Тель-Авив-Хайфа. Изолированные поселения попали в осаду. Дорога в Иерусалим была заблокирована и регулярными палестинскими подразделениями. В первый месяц боев было убито около двухсот пятидесяти евреев, примерно половина всех потерь среди евреев за три года арабского восстания 1936-1939 годов. Боеспособность арабов казалась серьезной, а их военные ресурсы безграничными. Сегодня мы знаем, что с началом военных действий палестинское арабское общество начало распадаться. Правящие элиты не могли назначить ни гражданскую, ни военную власть. Арабские ополчения не превратились в армию. В стране царил хаос, и богачи бросились уезжать в соседнее арабское государство. По мере того, как после краха гражданской власти в городах воцарилась анархия, люди среднего класса стремились последовать за высшим классом и покинуть Палестину или, по крайней мере, перебраться в холмистые, населенные арабами, районы, по мере того, как евреи переходили в наступление и боевые действия усиливались, началась паника, и все, кто мог бежать, бросились на утек. Несомненно, арабские страны с десятками миллионов жителей обладали огромным военным потенциалом, их пропагандистская машина заявляла о своем намерении загнать евреев в море, другими словами, к тотальной войне. На самом деле, однако, во вторжении в Палестину приняли участие не более нескольких десятков тысяч плохо экипированных, частично обученных солдат. Их командование было отсталым, и каждая армия руководствовалась своими собственными интересами. Координация и центральное командование отсутствовали. До июля 1948 года вторгшиеся армии имели численное превосходство, но после молодая армия обороны Израиля Цахал или АОИ сумела организоваться и бросить в бой достаточно войск. В то время никто не мог знать, что палестинское общество рухнет, что британцы не будут вмешиваться, что арабские армии обладают лишь ограниченными боевыми возможностями, и что существует огромная разница между риторикой и реальностью. Израильская разведка все еще находилась в зачаточном состоянии, полевая разведка была в лучшем случае примитивной, а оценки ситуации основывались больше на слухах, чем на анализе фактов на местах. Следовательно, война запечатлялась в памяти современников как война до самого конца. Борьба за само существование нации, успех которой был обусловлен тотальной мобилизацией, бесконечными потерями и риском для жизни, а также очень большим количеством жертв. Это самое продолжительное и самое тяжелое из всех войн Израиля длилось с декабря 1947 года по март 1949 года было убито 6000 израильтян, почти 1% еврейского населения, 14 еврейских поселений были разрушены и заброшены, еще несколько были оккупированы, а затем разрушены. В так называемом приказе Тель-Хай высшего командования говорилось, что нельзя покидать поселение и что женщины и дети могут быть эвакуированы только по приказу местного командира. Однако эти инструкции не всегда выполнялись под давлением обстоятельств. Около 60 тысяч еврейских беженцев покинули свои дома, около трети еврейского населения Иерусалима покинуло город, несмотря на запрет военного губернатора и приказы на Гонах. Тысячи людей, живших на границе между еврейскими и арабскими районами, предпочли переехать в более безопасные места. Общественные здания в Тель-Авиве, а также подъезды и крыши частных зданий, были заполнены тысячами беженцев, которые покинули южные районы города на передовой линии, обращенной к арабским деревням и городу Яффо. Некоторые богатые евреи покинули страну во время боевых действий под разными предлогами. Тем не менее, еврейское общество и его элита продемонстрировали необходимую решимость противостоять натиску затяжной войны. Цепора Боровски Порот писала своим родителям в Нью-Йорк «Существует всепоглощающее чувство принадлежности, необходимости и потребности, обязательства, от которого вы не можете отказаться». Несмотря на трудности слияния на гонах и подпольных организаций, была признана власть государства над всеми евреями и сформирована единая армия под единым командованием, муниципальное правительство работало хорошо и помогало населению в трудные моменты, во время бомбардировки Тель-Авива, обстрела Иерусалима и инцидентов, повлекших за собой массовые жертвы, несмотря на огромные трудности, система связей, пресса, а также экономическая и финансовая системы продолжали функционировать. В города поступали запасы жизненно важных продуктов питания. Помимо боевых действий, консолидации общества и создания государственных институтов, в течение первого года войны страна приняла более ста тысяч новых иммигрантов, некоторые были призваны в армию, а другие поселились в заброшенных арабских городах. Первые месяцы войны прошли под тенью неопределенности в отношении британской позиции. После 29 ноября 1947 года британцы позволили евреям и арабам сохранять своего рода автономию в пределах своих территорий, но пока управляли страной, они не позволяли арабам захватывать еврейские поселения и наоборот. В течение первых месяцев боевых действий евреи занимали оборонительную позицию, либо из-за опасений насильственных действий, пока британцы все еще правили, либо из-за того, что они не сформировали соответствующий ответ на новую ситуацию, что было не похоже на их предыдущий опыт столкновений с арабами. Евреи изначально демонстрировали военную слабость и несли большие потери. Например, в январе 1948 года 35 солдат, посланные для усиления Гуш-Эциона, были убиты в битве с арабскими сельскими жителями, направлявшимися туда. Одним из погибших был Моше Перлштейн, студент из США, Международное сообщество сомневалось, смогут ли евреи уцелеть. 19 марта 1948 года Госдепартамент США предложил поправку к резолюции ООН по 29 ноября отмена плана раздела в пользу временной опеки ООН в Палестине, своего рода мандат без ограничений национального очага. Основное внимание на первом этапе боевых действий уделялось защите гражданского населения и обеспечению безопасности на дорогах. Для защиты проезжей части евреи организовали конвои с вооруженным эскортом. Арабы быстро научились атаковать колонны, призывая сотни жителей деревень у дороги на помощь нападавшим. В конце марта 1948 года ситуация достигла критической точки, когда отправка нескольких крупных конвоев закончилась катастрофой. Конвой Неби Даниэля, доставлявший грузы в Гуш Эцион, на дороге Хеврон и Иерусалим был задержан на обратном пути, что позволило нападавшим собраться. Колонна попала в засаду и понесла большие потери. Еврейские солдаты были спасены только благодаря британскому посредничеству. В обмен на безопасную эвакуацию бойцы были вынуждены передать свое оружие и бронетехнику, которые затем были отданы арабам. Большой конвой из Хульды в Иерусалим не смог пройти и был вынужден вернуться. На севере арабы устроили засаду для автоколонны, направлявшейся в изолированный кибуц Ехиам. В завязавшемся бою погибло около пятидесяти бойцов, а конвой был разграблен. Учитывая, что конвои не смогли прорваться в Иерусалим, сто тысяч евреев города оказались отрезанными и находящимися в осаде. «Как ни крути, картина уже мрачная», писала Ципора Абаровски своим родителям. В течение недели не было конвоев, выезжающих из города, и что еще хуже, ни один из них не прибыл в Иерусалим. Запасы еды и воды на исходе, и может последовать наш худший кошмар, изоляция от еврейского государства. Это был один из самых тяжелых моментов войны, вызвавший всеобщее уныние. Очевидно, войну следовало вести по-другому, и в апреле 1948 года была предпринята первая попытка крупномасштабного еврейского наступления. Операция «Накс-Хон» — военная операция на дороге в Иерусалим, включающая захват и разрушение деревень по обеим сторонам дороги, познаменовала новый подход на гонах к ведению войны. Впервые была выставлена целая бригада численностью в 1500 человек, до этого были развернуты только относительно небольшие части размером не более батальона. На этот раз под давлением Бен-Гуриона начальник генерального штаба собрал большие силы для прорыва к Иерусалиму. В 1948 году многое было впервые прорывная операция Накс-Хон в Иерусалиме была тому прекрасным примером, поскольку положила начало новому этапу в боевых действиях на гонах. В ночь перед операцией самолет привез из Чехословакии партию оружия, которое сразу было выдано бойцам. Впервые у каждого солдата было личное оружие. Успех операции Накс-Хон был обусловлен действиями, предпринятыми с обоих концов дороги в Иерусалим, в результате чего были нанесены удары по двум жизненно важным палестинским подразделениям. Штаб-квартире Хасана Саламы возле Рамлы и силам под командованием Абд-Аль-Кадира Аль-Хусейни на горе Кастель, стратегический холм, возвышающийся над дорогой Тель-Авив и Иерусалим. Кастель перешел в руки евреев, операция завершилась успешно, Аль-Хусейни был убит, что сломило моральный дух палестинских ополченцев, они так и не оправились после этих двух ударов, дорога в Иерусалим снова будет заблокирована, но тем временем по ней прошли большие конвои с припасами, что позволило городу продержаться. В то же время на подступах к Хайфе разворачивалось еще одно сражение. Освободительная армия Аль-Кавук-Джи попыталась захватить кибуц Мишмар-Ха-Эмек с целью прорваться к арабским деревням на горе Кармель и обойти Хайфу. Последовала ожесточенная битва и в энергичной контратаке силы на гонах победили Аль-Кавук-Джи вынудив его отступить из районов закрепленных за еврейским государством. Теперь стало возможным реализовать план Далет в рамках подготовки к ожидаемому вторжению арабских государств. Командирам бригад было приказано занять соответствующие районы, которые находились в пределах границ определенных планом раздела как еврейское государство, а также защищать анклавы еврейских поселений за пределами границ раздела. Например, Иерусалим, который, согласно карте 1947 года, должен был находиться под международным управлением. Про-палестинские исследователи представляют план Далет как проект заранее спланированного тотального переселения арабов Палестины. Однако, как следует из его текста, командирам было приказано разрушать деревни и изгонять жителей в случае отпора, но также существовал приказ позволить им остаться при отсутствии сопротивления, обеспечивая при этом еврейский контроль над деревней. Существует большая разница между приказом о полном изгнании и избирательным приказом, который предполагает, что арабские деревни смогут жить в мире в еврейском государстве. Тверия оказалась первым городом со смешанным населением, захваченным евреями. Арабские жители, жившие в нижнем городе, были эвакуированы с помощью британцев, предлагавших помощь в эвакуации более слабой стороне в каждом таком городе. Позже евреи вошли в заброшенные кварталы, жители которых бежали. На той же неделе пала хайфа. Арабские жители предпочли покинуть город и не оставаться под властью евреев. Попытки еврейских соседей убедить их остаться не увенчались успехом. Голда Мейерсон докладывала исполкому еврейского агентства о своем визите в город 6 мая 1948 года. «Ужасно видеть мертвый город». Рядом с портом я обнаружила детей, женщин, стариков, ожидающих отъезда. Я входила в дома. Там были жилища, где на столах стоял недопитый кофе с питой, и я не могла не думать о том, что подобное было и во многих еврейских домах, то есть в Европе во время Второй мировой войны». Британцы, которые теперь управляли только портовым анклавом Хайфы, не возражали против взятия города под свой контроль евреями и, возможно, даже помогали им. Согласно плану раздела, Тверия и Хайфа находились в пределах границ еврейского государства. В том же месяце Восточная Галилея и Цфат перешли в руки евреев, в Цфате произошло обратное тому, что случилось в Твери. Британцы предложили эвакуировать еврейское меньшинство из города, который также находился в пределах границ еврейского государства, но евреи отклонили предложение. После ожесточенных боев Палмах взял город и арабские жители бежали. На еврейское руководство большое впечатление произвели кварталы призраки в городах, где прежде было смешанное население, а также в арабском анклаве в Яфо, захваченном евреями 15 мая. Как все население могло просто встать и уйти? Вероятно, это случилось из-за страха войны и страха перед евреями, особенно после резни в Дейр-Ясине в начале апреля, когда еврейские боевики напали на арабскую деревню. Пропаганда, осуществлявшаяся цель главной действующей силой нападения, а также и палестинцев, раздула это событие до масштабов ужаса и злодеяний, выходивших далеко за рамки того, что произошло на самом деле. Согласно преобладающей версии, погибло 240 человек. Однако, согласно современным палестинским исследованиям, число погибших не превысило ста человек, а распространявшиеся слухи об изнасилованиях опровергаются. Другие объяснения массового ухода арабов гласят, они полагали, что эвакуация была лишь временной и что они вернутся в свои дома, когда армии арабских государств одержат победу. Среди евреев распространилось другое объяснение, которое со временем стало частью израильского нарратива. Палестинцам их лидерами было приказано покинуть Палестину, чтобы облегчить арабские военные операции против евреев. Это объяснение, основанное на изолированных арабских источниках, безосновательно. Даже на этом этапе войны и палестинское руководство, и лидеры арабских государств пытались убедить население оставаться на местах и не бежать из страны. Но коллапс палестинского общества и его руководства привел к массовому бегству, которое, по общепринятым оценкам, к 15 мая 1948 года достигло примерно 300 тысяч человек. Арабское вторжение По мере того, как масштабы поражения палестинских арабов становились очевидны, и по мере того, как ужасающие истории о предполагаемой жестокости евреев распространялись по всему арабскому миру, давление, оказываемое общественным мнением на арабские государства, чтобы те пришли на помощь своим палестинским братьям, усиливалось. Несмотря на трудности с организацией единого военного командования, а также взаимную подозрительность друг другу в Палестине, 30 апреля арабские государства приняли решение о вторжении. Самой подготовленной и хорошо оснащенной арабской армией был арабский легион, который находился под общим командованием короля Трансиордании Абдаллы наряду с британским командным эшелоном. С 1930-х годов Абдалла и евреи неоднократно вели переговоры по разным поводам, исходя из общей враждебности к муфтию Амину Аль-Хусейни. Король стремился присоединить к своему королевству те части Западной Палестины, которые предназначались для палестинского государства, план, который получил одобрение британского правительства и который сионистское руководство было готово принять. Однако общественное мнение королевства вынудило Абдаллу вступить в войну. Хотя предполагалось, что Иерусалим будет находиться под международным управлением, он стал объектом столкновений между евреями и Трансиорданией, евреи контролировали западную часть города, арабы восточную часть, и каждая сторона пыталась распространить свою власть на весь город, Абдалла предложил евреям признать автономию в рамках арабского государства по обе стороны реки Иордан, которым он будет править, но они были не в восторге от этой идеи. Накануне провозглашения независимости Израиля Голда Меир в последний момент нанесла визит королю, объяснившему, что огромное давление, которое он испытывает, вынуждает его отказаться от договоренности с евреями. Теперь, когда он был членом альянса, ему приходится действовать в рамках альянса, обе стороны понимали, что вступают в войну, в которой они приложат все усилия для достижения как можно большего числа своих целей любыми средствами, в их распоряжении «Алягер кома лагер» французский «на войне как на войне». Тем не менее, Абдалла намекнул, что после боевых действий дружеские отношения между ним и евреями могут быть восстановлены. Египтяне также не хотели вести войну и колебались до последней минуты, но их тоже захлестнула волна национализма, охватившая их страну. К ним присоединились иракцы и сирийцы. Все хотели помешать экспансионистским планам Абдаллы. Помимо регулярных сил Лиги арабских государств, нерегулярные части освободительной армии действовали в центральной Галилее, которая находилась под контролем арабов, 12 мая Еврейский Народный Совет, своего рода временное правительство, состоявшее из представителей исполнительного комитета ВСО и политических партий ФУВА, функционировавших как парламент, провел решающее заседание. Моше Шарет, министр иностранных дел зарождающегося государства, сообщил, вернувшись из Нью-Йорка, что американцы предложили прекращение огня и отсрочку провозглашения независимости. Он сказал, что госсекретарь Джордж Маршал, бывший начальник штаба армии США, предупредил его не доверять заверениям генералов, опьяненных успехами на гонах в апреле, и не принимать поспешных решений об объявлении государства. На встрече Игаэля Ядина и Исраэля Галилии, глав на гонах, попросили дать оценку шансов Ишува противостоять нападению арабов. Ядин полагал, что шансы составляют пятьдесят на пятьдесят. По его словам, бойцы были измотаны месяцами непрерывных боев, и это необходимо учитывать. Гуш Эцион был близок к падению, и над собранием нависла его тень. Обсуждение затянулось. Главный вопрос заключался в том, объявлять государственность Израиля или откладывать. В конце концов, шесть против четырех проголосовали за то, чтобы объявить. Бен-Гурион приложил для этого все усилия. Члены совета сделали огромную ставку на будущее Ишуа. В пятницу днем 14 мая члены народного совета собрались в скромном здании Тель-Авивского музея на бульваре Ротшильда, чтобы услышать, как Бен-Гурион зачитывает декларацию независимости. Мы заявляем настоящим о создании еврейского государства в Эр-Эс-Исраэль, которое будет называться государством Израиль. Церемония провозглашения состоялась в Тель-Авиве, поскольку Иерусалим находился в осаде и привезти оттуда членов совета для подписания декларации было невозможно. Таким образом, молодой город Тель-Авив удостоился чести принимать у себя подписание декларации независимости государства Израиль. Бен-Гурион записал в своем дневнике В деревне праздник и глубокая радость и я снова скорблю среди празднующих как и двадцать девятого ноября. В тот вечер он принялся за новую дневниковую записную книжку, которую открыл сухим сдержанным комментарием, скрывавшим, что он писал затаив дыхание. Четыре часа пополудни было основано государство. Его судьба находится в руках сил безопасности. Хотя высшее командование предполагало, что арабы действительно вторгнутся, никакие надежные разведывательные данные не подтверждали это, и, конечно же, военные планы арабов, размер их сил и любая реальная информация о том, чего ожидать, были неизвестны. Эти военные планы менялись по нескольку раз накануне вторжения, и сейчас историкам трудно восстановить их. Поэтому неудивительно, что лидеров только что провозглашенного государства охватила беспомощность перед ожидаемым нападением с неизвестного направления и с неизвестными силами, поступали сообщения, что арабский легион, иракские и сирийские моторизованные колонны с бронетехникой и артиллерией движутся из Трансуордании в Западную Палестину, египетские колонны продвигались на север по прибрежному шоссе и по дороге Уджа-Бээр-Шевак холмам Хеврона, египетские самолеты атаковали Тель-Авив, а артиллерия арабского легиона обстреливала Иерусалим. В начале так называемого «месяца борьбы» с 15 мая по 11 июня евреи оставались легко вооружены, поскольку тяжелое вооружение, закупленное в Европе и Соединенных Штатах, еще только направлялось в Палестину. Поэтому не было возможности ответить на артиллерийский обстрел или авианалеты. Единственным вариантом до прибытия артиллерии, танков и самолетов, которые теперь можно было перенаправить в независимое государство, была оборона, пока размах арабского наступления не стал ясен. Месяц борьбы между арабским вторжением и первым прекращением огня, введенным ООН с обеих сторон, был самым трудным и опасным за всю войну. В течение этого месяца было убито около 1 600 евреев, около четверти всех погибших на войне. Сирийцы спустились с голландских высот в долину реки Юордан, продвигаясь через Земах и вторглись в центр еврейских поселений в долине реки Юордан, что для евреев было катастрофическим. Сирийцы были остановлены ценой жертв среди местных жителей, а также благодаря нескольким полевым пушкам, обеспечившим в основном моральную поддержку, а также собственной слабости нападающих, поскольку они выдохлись и были вынуждены перейти к обороне после того, как наткнулись на сопротивление. Иракские войска проникли к югу от сирийских в долину Бейджан, не сумев захватить кибуц Гешер, они двинулись в Самарию. Вместе с освободительной армией, которая проникла в центральную Галилею, они попытались захватить Саджеру, ключ к Нижней Галилее, с целью соединиться в центральной Галилее и создать угрозу Хайфе. Эта попытка также закончилась неудачей, и с этого времени иракцы ограничили свои действия Самарии, которая должна была быть передана будущему арабскому государству. Целью арабского легиона было взять под свой контроль районы, обозначенные как часть арабского государства и, насколько это возможно, избежать столкновений с евреями. Но легион не мог игнорировать просьбы о помощи от палестинцев в Иерусалиме, где после потери арабских кварталов западной части города нависла угроза вторжения от Хаганах, и особенно после того, как евреи попытались прорваться в старый город, где в осаде находился еврейский квартал. Полковник Дэвид Маркус, позывной Микки Стоун, американский еврей, прибывший помочь формирующейся еврейской армии, проанализировал шансы евреев следующим образом. У арабского легиона было два пути. Первый двинуться в Самарию и попытаться расчленить еврейское государство пополам возле Нитании, второй попытаться взять Иерусалим. Если бы арабы остановились на первом выборе, евреи бы столкнулись со смертоносным испытанием, но если бы они попытались взять Иерусалим, государство было бы спасено, поскольку в уличных боях легион, как регулярная армия лишился бы своих преимуществ. Действительно, легион двинулся на Иерусалим. Он обстрелял еврейскую часть города и, взяв Латрун, господствовавший над дорогой в Иерусалим, смог перекрыть ее. Между силами Цахала и легионом завязались ожесточенные бои. В этих столкновениях с относительно современной арабской армии и ее опытным британским командованием проявились все слабые стороны Цахала. Армия обороны Израиля предприняла пять атак на Латрун и его позиции, но не смогла одолеть силы легиона. В течение первых двух атак в операциях Бин-Нун, Алеф и Бет стали очевидны неопытность, нехватка оборудования, незнание местности, отсутствие разведданных и поспешная организация. Эти битвы вызвали разногласия между представителями различных военных школ, британской армии на Гонах и Пальмах, которые выразили обоюдное возмущение. Разногласия внутри армии подпитывались спорами по Латруну и Иерусалиму между главой оперативного управления и Гаэлем Едином и министром обороны Давидом Бен-Гурионом. Един полагал, что Иерусалим не падет, поэтому не было необходимости отвлекать силы, которые требовались в другом месте, чтобы захватить Латрун. Бен-Гурион однако рассматривал Иерусалим как сердце сионистского замысла, а также как ключевой населенный пункт и стратегический центр страны. Он был серьезно обеспокоен судьбой города и настаивал на том, чтобы внять его мольбам о помощи. Повторяющиеся неудачи при взятии Латруна и большие потери, понесенные там 168 погибших, большинство в первых двух атаках, вызвали взаимные обвинения, которые стали основой мифа о Латруне как о месте, где пролилась кровь выживших в Холокосте иммигрантов, отправленных в бой необученными. Миф Латруне появился гораздо позже и стал частью израильской культуры, но реальные события, на которых он был основан, произошли тогда. В ходе сражения было взято несколько арабских деревень к югу от дороги, оказалось, что через них можно проложить другой путь на Иерусалим. Таким образом, Бирманская дорога, названная так в честь знаменитого маршрута снабжения союзников времен Второй мировой войны в Китай в обход японцев, импровизированная грунтовая дорога использовалась для транспортировки оборудования и материалов в город. В результате, когда перемирие вступило в силу, израильтяне контролировали путь в Иерусалим. Еще один фронт, который представлялся чрезвычайно опасным, находился на юге. Хотя по плану раздела Негеф принадлежал Израилю, еврейское население там было весьма немногочисленным. Новые кибуцы, большинство из которых были основаны в 1946 году, располагались на обширной пустынной территории между бедуинскими племенами и арабскими деревнями. Единственные еврейские силы обороны в этом районе были впоследствии усилены двумя батальонами бригады Негева. Египетские силы в составе пехотной бригады, два батальона, вспомогательного батальона со средним вооружением, артиллерийского дивизиона, бронетанкового батальона, а также зенитных противотанковых инженерных и вспомогательных частей, представлялись израильтянам хорошо оснащенной и вооруженной армией. Они вторглись в Палестину двумя колоннами. Одна продвинулась на север через Негев, параллельно берегу. На пути колонны стояло несколько кибуцев, и она остановила продвижение, чтобы уничтожить эти очаги сопротивления. Каждый день остановки колонны давали обороняющимся силам время для перегруппировки, перевооружения и мобилизации дополнительного состава, после взятия кибуца Яд Мордехай колонна продолжала медленно продвигаться вперед, перед ней открылась дорога на север. Между тем, вторая египетская колонна повернула на восток, чтобы объединиться силами добровольцев и так называемых «братьев-мусульман», которые двинулись через Беэр-Шеву к холмам Хеврона и атаковали Иерусалим с юга. Кибуц Негба, расположенный на дороге с востока на запад между Маджадалем и Бейт-Гуврином, нарушил связь между двумя флангами египетской армии. Кибуц отчаянно сопротивлялся сильному обстрелу, и египтяне не смогли его захватить. Египетская колонна, направляясь вдоль прибрежной дороги, медленно продвигалась, и 29 мая достигла издуда, аждода. Героическими усилиями была развернута бригада Гевати, чтобы блокировать продвижение колонны на Тель-Авив. Колонна была остановлена у моста, который вошел в историю как мост от Халом, буквально досюда. Колонна была атакована первым самолетом израильских ВВС или остановлена Гевати, а возможно недостаточно сильна, чтобы достичь центра еврейских поселений на прибрежной равнине, и отнюдь не намеревалась делать это, несмотря на то, что попытки Израиля контратаковать в Дженине, Издуде и Латруне не увенчались успехом. Ни одно еврейское поселение на территории, закрепленной за еврейским государством, не попало в руки арабов за двумя исключениями. Еврейский квартал в Иерусалиме, который, как предполагалось, находился под международным управлением, был взят арабским легионом 29 мая, а Мошаф Мишмар-Ха-Ярден на западном берегу реки Иордан, был захвачен сирийцами накануне прекращения огня. Тринадцать еврейских поселений на территории, закрепленной за арабским государством, были захвачены арабами и полностью разрушены. Государству Израиль удалось остановить силы вторжения и даже взять под контроль западную Галилею, закрепленную за арабским государством, но месяц непрекращающихся боев истощил израильскую армию, она должна была научиться вести полноценную войну, мобилизовать армию, развернуть крупные силы, координировать действия в воздухе и на земле, вести полевую разведку, осуществлять транспортное снабжение и так далее. Солдаты были измотаны после долгих месяцев боев и жаловались на задержку поставок снаряжения, на отсутствие головных уборов, фляг для воды и личного оружия. Тем не менее, они выдержали это испытание на прочность, зная, что именно они остановили арабские армии. «Просто порадуйтесь за меня, что мне посчастливилось быть здесь в это время, чтобы помочь дать жизнь этому долгожданному государству», написала Цепора Боровский в конце письма своим родителям, описывая физические невзгоды, которые она пережила во время осады Иерусалима. Было согласовано четырехнедельное перемирие и назначен посредник ООН, шведский граф Фольке Бернадот, который должен был предложить решение для палестинского вопроса. Его миссия потерпела полный провал. Арабы не приняли никаких предложений, означавших фактическое признание существования государства Израиль, израильтяне отвергли любое предложение, которое предполагало меньше территории и суверенитета, чем в резолюции от 29 ноября 1947 года, обе стороны нарушили режим прекращения огня, израильтяне ввезли в страну военную технику, в основном самолеты и бронемашины, в то время как иракцы направили из арабских государств в Палестину дополнительные нерегулярные силы. Бои возобновились 9 июля 1948 года и продолжались 10 дней. Главный удар израильских сил был направлен против арабского легиона на Центральном фронте. Присутствие сильных арабских сил, угрожающих центру еврейских поселений на прибрежной равнине с одной стороны и Иерусалиму с другой, казалось крайне опасным. Евреи не знали, что легион из-за нехватки боеприпасов был вынужден перейти к обороне. Они расценили его развертывание в центре страны как подготовку к атаке. Операция Дани, основная операция тех десяти дней, была направлена по плану на захват Лидды, Лодд, Рамлы, Латруна и Рамалы. Но в итоге удалось захватить только первые два пункта и международный аэропорт. Операция также расширила коридор на Иерусалим к югу, что позволило проложить так называемую Дорогу Доблести и водопровод большого диаметра, обеспечивавший водоснабжение Иерусалима. В то же время была проведена операция Декель, в ходе которой была захвачена центральная Галилея и ее главный город Назарет. Именно во время операции Дани произошло изгнание пятидесяти тысяч жителей Лиды и Рамлы. Полагая, что арабский легион спешит им на помощь, жители Лиды восстали против оккупационной армии, легион не прибыл, но восстание продемонстрировало израильтянам большой риск оставлять значительное по численности враждебное население в тылу наступающей армии. Также были стратегические соображения по наличии большого арабского населения в центре страны, недалеко от аэропорта и на дороге Тель-Авив и Иерусалим. Изгнание гражданского населения военными очевидно было одобрено политическим руководством. Это было единственным случаем организованного переселения целых городов по еврейской инициативе. Изгнанников из Рамлы доставили автобусами к линиям арабского легиона. Изгнанники из Лиды шли туда же. Это был не очень длинный переход, около пятнадцати километров, но стояла жара. Люди были нагружены своим имуществом и потрясены поражением и вынужденным изгнанием. После арабского вторжения политика Израиля по отношению к палестинцам ужесточилась. Тяжелые бои и значительный уровень потерь вызвали негодование и гнев. Евреи считали арабов Палестины виновными в разжигании войны и допущении захватчиков в страну. Они рассматривались как пятая колонна, сотрудничавшая с захватчиками, поэтому было опасно оставлять их в тылу армии. В большинстве случаев палестинское гражданское население при приближении армии бежало, но армия также проявляла инициативу, изгоняя жителей и разрушая деревни, чтобы те не вернулись. В то же время жители Назарета, размахивавшие белыми флагами, остались в своих домах, и Бен-Гурион запретил их изгнание. Жители Абу-Гоша были возвращены в свою деревню после изгнания по инициативе местного командира. Политика в отношении палестинцев была непоследовательной. Каждый командир действовал так, как считал нужным, исходя из местных обстоятельств. Второе перемирие было объявлено 19 июля 1948 года. Арабские правительства и особенно командование Арабского легиона поддержали его. Но, поскольку пресса арабских государств изображала боевые действия в Палестине как увенчанные победами, общественность была возмущена прекращением огня, который они рассматривали как подчинение диктату западных держав, позволившее сионистам перегруппироваться и укрепить свои силы. Когда было объявлено о втором перемирии, не имевшем конкретных сроков, освободительная армия Лиги Арабских государств находилась в Галилее, иракские экспедиционные силы в Самарии, а Негеф был отрезан египетской армией, контролировавшей с востока на запад дорогу Мадждаль-Бейт-Гуврин, ведущую к Хеврону. Арабский легион располагался в центральном регионе, но с открытием так называемой «дороги доблести» и прокладкой водопровода в Иерусалим сражение с ним потеряло актуальность. Хотя в Иерусалиме все еще продолжались столкновения на линии между районами и контролируемыми арабами и евреями, по сути, фронт там стабилизировался. Египет был самым большим арабским государством и обладал самой большой и сильной армией захватчиков. Посредник ООН Бернадот предложил территориальный обмен. Израиль откажется от Негева, который был закреплен за ним планом раздела, но который он не удерживал, в обмен на западную Галилею, которую он завоевал и которая первоначально была передана арабским странам, но этот вариант израильтяне не приняли. Обеспечение Израилем контроля над обширными пространствами Негева, составлявшего около пятидесяти процентов территории еврейского государства, стало неотложной задачей ввиду возможного вызова суверенитету Израиля в этом районе в связи с планом Бернадота. Однако нападение на египетскую армию и изгнание ее с территории Израиля означало бы нарушение перемирия и провоцирование ООН, чего Израиль не желал. Также высказывались опасения, что иракцы могут воспользоваться сосредоточением сил Цахала на юге и попытаться расчленить государство на две части с востока на запад в районе Нетании. Члены израильского правительства разошлись во мнениях относительно того, что им делать. Бен-Гурион принял решение в пользу нападения и записал в своем дневнике «Сегодня правительство приняло самое серьезное решение с того момента, как мы собрались объявить государственность. 15 октября была начата операция «ЮАВ» с целью прорвать египетские рубежи и открыть путь к Нагеву. В то время, как предыдущие операции против Арабского легиона имели территориальные цели, операция «ЮАВ» была направлена на разгром египетской армии. Это была одна из самых сложных операций за всю войну. Египетская армия проявила боеспособность и решимость, и только после неоднократных боев Цахалу удалось прорвать линию восток-запад и открыть путь к Нагеву. Но операция еще не достигла своей цели по уничтожению египетской армии, а тем временем песок в часах утекал. Совет безопасности ООН был созван и объявил прекращение огня, поскольку египтяне дислоцировались в Газе и Беэр-Шеве, в последнюю минуту израильтяне решили направить силы на Беэр-Шеву, жизненно важный транспортный узел с библейским названием, к 21 октября 1948 года Цахал взял Беэр-Шеву. Эта операция стала переломным временем в истории войны, поскольку, несмотря на свои предыдущие неудачи, Цахал теперь доказал, что способен одолеть регулярную армию в решающей битве. Хотя египетская армия оставалась в секторе Газа и в так называемом Кармане Фалуджи, на восточном конце дороги с востока на запад, которую израильтяне так и не могли взять, египтяне израсходовали большую часть своих сил и больше не представляли угрозы. Более того, арабская коалиция не была сплоченной и ни одна из ее армий не бросилась на помощь египтянам, наконец, опасения, что ООН наложит санкции на Израиль также оказались преувеличенными. В конце октября на севере началась операция Хирам. Благодаря ей Израиль стал контролировать центральную и северную Галилею, а также территорию вдоль северной границы с Ливаном и Сирией. Боевые действия велись в основном против освободительной армии, которая распалась на части. Израиль даже оккупировал некоторые ливанские деревни в качестве разменной монеты для переговоров о прекращении огня. Вся территория от Израильской долины до международной границы теперь находилась в руках Израиля. Однако в ходе операции израильтянам не удалось отбить Мишмар Хайарден, сирийский плацдарм на территории Израиля. Обе стороны теперь пытались укрепить свои позиции перед следующей атакой. Египтяне опасались, что Израиль оккупирует сектор Газа, а израильтяне были обеспокоены тем, что египтяне попытаются вырваться из так называемого кармана Фалуджи и снова захватить Бээршеву, чью потерю египтяне не признали. Египтяне отказались вступить в переговоры о прекращении огня, потребовав, чтобы израильтяне сначала отошли к рубежам перед операцией Йоаф. Израильтяне решили, что у них нет другого выхода, кроме как изгнать египтян из страны. Операция Хорев, проведенная в конце декабря 1948 года, продемонстрировала, что с принятия резолюции от 29 ноября 1947 года произошли огромные изменения в балансе сил и боеспособности Израиля. Армия обороны Израиля прошла через Негеф, преодолела линию египетских опорных пунктов и разгромила южный фланг египетской армии. Силы Цахала действовали на Синайском полуострове, заняли Абу-Агейлу и подошли к аэродрому в Эль-Арише. Под британским и американским давлением Израиль отвел войска к международной границе. Попытка Израиля во время ухода занять Рафах, отрезав таким образом сектор Газа, не увенчалась успехом и сектор остался в руках Египта. После операции Хореф Израиль и Египет при помощи американского посредника Ральфа Банча на острове Родос договорились о перемирии. Переговоры были непростыми, но 24 февраля 1949 года было подписано соглашение, по которому Египет стал первым арабским государством, вышедшим из войны. Бен-Гурион записал в своем дневнике «После создания государства и наших побед на полях сражений это величайшее событие в этом году судьбоносных событий». Оставалась еще одна цель. Контроль над портовым городом Эйлат на берегу Красного моря план состоял в том, чтобы использовать минимальные силы, развернув две колонны и помешать трансиорданской армии, которая заняла аванпосты в пустыне Арава на израильской стороне границы и блокировала передвижение войск. 10 марта 1949 года две колонны достигли Эйлата и на берегу Красного моря был водружен флаг Израиля. На этом масштабные операции войны завершились. Подобно тому, как арабские государства вторглись поодиночке и не участвовали в совместных боевых действиях, так и война была завершена отдельно с каждым государством. После успеха крупномасштабных операций Цахала против египтян другие арабские государства стремились достойно выйти из войны. Проблема заключалась в том, что соглашение о перемирии с израильтянами фактически означало признание существования еврейского государства, что было совершенно неприемлемо как для палестинцев, так и для других арабских народов. Перемирие с египтянами было достигнуто под давлением египетской армии, которая была окружена в так называемом кармане Фалуджа и не имела другого выхода из осады. Соглашение о перемирии, которое признало международную границу между Израилем и Египтом, включало израильскую уступку. Территория по обе стороны границы вокруг Ницаны, Ауджи, была объявлена демилитаризованной зоной и стала резиденцией комиссии ООН по перемирию, которая курировала выполнение режима прекращения огня. Сектор Газа с его тысячами беженцев из Яффо и деревень на юге Израиля оставался под властью Египта в качестве постоянного источника нестабильности, а также партизанских и террористических операций против Израиля. Подписание соглашения перемирии с Египтом открыло путь для переговоров с Иорданией. Они начались с секретного соглашения по Иерусалиму. Иорданцы и израильтяне предпочли разделить город между собой, чем ввести международное правление. Таким образом, этот город, который был центром столкновений между Арабским легионом и Армией обороны Израиля, стал первым пунктом соглашения между двумя странами. Как мы видели, король Абдалла стремился заполучить контроль над районами, которые впоследствии стали известны как Западный берег, и в этом отношении был поддержан Великобритании. Израиль был готов признать контроль Иордании над Западным берегом как единственно разумный вариант, предпочитая его контролю палестинцев, что в любом случае было только на бумаге, поскольку не существовало палестинской власти или правительства, которому можно было бы передать власть. Имелись также предыдущие договоренности между исполкомом ВСО и королем, но они были приостановлены из-за войны. Теперь эти соглашения между Израилем и Абдаллой могли быть возобновлены. Среди всех арабских правителей он всегда был настроен наименее враждебно по отношению к израильтянам. В качестве условия перемирия Израиль потребовал себе холмистый хребет, возвышающийся над Самарией и Вади-Ара, в районе, где, так сказать, талия Израиля наиболее узкая, иорданцы, обеспокоенные реакцией палестинского общественного мнения, колебались. Но подготовка к военной операции по захвату Самарии убедила их, что соглашение предпочтительнее нового раунда боевых действий. Арабские деревни в этом районе перешли в руки Израиля, как и их жители, которые предпочли жить под властью Израиля, а не в качестве беженцев в Иордании. В рамках соглашений с Иорданией иракские экспедиционные силы, дислоцированные в Самарии, отошли в Ирак и были заменены арабским легионом. Таким образом, Ирак мог заявить, что он не признавал еврейское государство и не подписывал с ним соглашение о перемирии 3 апреля 1949 года. Соглашение с Ливаном было наименее сложным. Израиль и Ливан признали международную границу в качестве рубежа между странами и Израиль вышел из ливанских деревень, которые захватил в ходе операции Хирам. Также в рамках этих соглашений силы сирийской армии у израильской границы отошли на север. Последним было подписано соглашение с Сирией от 20 июля 1949 года. Сирийцы отказались признать международную границу и потребовали, чтобы граница проходила с севера на юг посередине Галилейского моря. Начальник сирийского штаба Хусни Аз-Заим, захвативший власть в результате военного переворота, предложил мирный договор с Израилем, который включал бы поселение 250 тысяч арабских беженцев в Сирии, если Израиль согласится на сирийский контроль над половиной Галилейского моря, главного источника воды для Израиля. Сирия даже согласилась разделить с Израилем верховья реки Иордан. Однако эти условия были неприемлемы для Израиля, который в конечном итоге принял компромиссное предложение американского посредника, базирующееся на границах 1947 года. Сирия отступила со своего плацдарма Мишмар-Хай-Арден и были определены демилитаризованные зоны по обе стороны границы вдоль долины Хула, реки Иордан и Галилейского моря. Эти зоны стали объектами непрекращающихся столкновений между Сирией и Израилем, поскольку оба государства претендовали на суверенитет над ними, все Галилейское море и десятиметровая полоса на его восточном берегу были включены в территорию Израиля. Но сирийцы никогда не оставляли попыток частично экспроприировать его у Израиля. Хусни Аззаим не дожил до переговоров по мирному договору с Израилем, он был убит в результате нового военного переворота менее чем через месяц после подписания соглашения о перемирии, и его мирная инициатива запомнилась как захватывающий из-за возможности мира, который он предлагал, но незначительный эпизод. С тех пор эта попытка была на руку тем, кто искал повод упрекнуть Израиль, что возможность мира была упущена. Израиль относился к военному аунтюристу с подозрением, не доверял ни ему нестабильности его режима и таким образом отклонял его предложение. Грохот пушек прекратился. Некоторые молодые генералы пытались убедить Бен-Гуриона захватить всю страну до реки Иордан, но Бен-Гурион уже был занят жизненно важной миссией по привлечению новых масс репатриантов и их абсорбции в государстве. Содержание большой армии вложилось тяжелым временем на израильскую экономику, и Бен-Гурион хотел положить конец войне и отправить солдат домой, чтобы сосредоточиться на строительстве нации и государства. Соглашения о перемирии привели к появлению того, что стало известно как «зеленая линия», обозначившая границы между Израилем и соседними государствами. Эти соглашения рассматривались как важный шаг к мирным договорам, которые, как предполагалось, вскоре будут подписаны. В то время никто даже не представлял, что соглашения о перемирии будут единственными двусторонними соглашениями, подписанными между Израилем и арабскими государствами, вплоть до мирного договора с Египтом в конце 1970-х годов. Государство Израиль вышло из войны за независимость побитым и раненым, с большим числом жертв и разрушенных поселений городов, но все же в приподнятом настроении. Был основан Израиль. Это стало реальностью. Он успешно расправился со всеми на него нападавшими. Прежде неопытная армия Цахала стала самой сильной армией в регионе. Израиль не только сохранил контроль над всеми территориями, закрепленными за ним резолюцией ООН 1947 но и фактически расширил свои границы. После арабского вторжения Израиль больше не считал себя связанным границами раздела. До первого перемирия баланс сил не позволял ему расширять свою территорию, но после так называемых десяти дней сражений он смог расширить свое влияние в центре страны Галилее и северном Негеве. С точки зрения Бен-Гуриона достижения Израиля в войне намного превзошли его самые оптимистические надежды. Мужественный, но осторожный государственный деятель, он знал пределы возможного и не хотел спровоцировать западные державы, которые воспринимал как поддержку Израиля в долгосрочной перспективе. Вот почему он предпочел договориться с Иорданией и Сирией и избежать военного столкновения. Больше всех потеряли в этой войне палестинцы. К концу войны около 700 тысяч палестинцев были изгнаны со своей родины. На первом этапе войны исход палестинцев с территорий, закрепленных за еврейским государством, был следствием краха государственных систем в палестинском обществе и царившей анархии. На втором этапе после арабского вторжения были многочисленные случаи, когда Цахал изгонял арабское население и разрушал деревню, чтобы предотвратить возвращение арабов. Война была вопросом жизни и смерти, и вера в то, что палестинцы стали причиной этой катастрофы, ожесточила сердца военных и мирных жителей, понесших тяжелые потери и столкнувшихся с проявлениями жестокого обращения со стороны врага. По оценке арабского историка Арифа Аль-Арифа, число палестинцев, погибших на войне, составило 15 тысяч, что более или менее соответствует такому же проценту еврейского населения. Хотя акты массового убийства и жестокости были совершены обеими сторонами, в Палестине не было никакого массового истребления, подобного тем, которые наблюдались где-либо еще в 20 веке. Если мы сравним эту войну с конфликтом между Индией и Пакистаном после их раздела в те же годы, окажется, что в Палестине не было такого уровня кровопролития, но это было небольшим утешением для сотен тысяч арабских беженцев, размещенных в секторе Газа, Иордании, Сирии и Ливане. Бегство палестинцев на первом этапе войны потрясло израильтян. Они были не в состоянии понять этот феномен, когда все население покидает свои дома и оставляет города-призраки, но как только поняли, что происходит, то увидели в этом великое чудо, полностью изменившее природу Израиля. План раздела относил к еврейскому государству около четырехсот тысяч арабских жителей, что составляло примерно сорок процентов от общей численности населения. Предполагалось, что около тридцати еврейских общин попадут под власть арабов. Во время обсуждения и подготовки к созданию государства предполагалось, что оно будет включать большое арабское население теперь, учитывая разрушение всех еврейских поселений на арабской стороне и эвакуацию арабов с еврейской стороны, возникла новая реальность. Два этнически однородных государства, преимущественно еврейское и чисто арабское, было решено, что государство Израиль не может позволить арабам вернуться в свои дома. Их бегство превратилось в беженство. На заседании Временного правительства 16 июня 1948 года Моше Черток Шарет поднял этот вопрос. «Если бы кто-нибудь из нас сказал, что однажды мы должны встать и изгнать их всех, это было бы безумием, но если это произошло во время военных потрясений, войны, объявленной нам арабским народом, и когда сами арабы бежали, тогда это одно из тех радикальных изменений, после которых история не возвращается к статус кво анте». Это была новая политика, постепенно выработанная в связи с военными трудностями, в ответ на сопротивление арабов еврейскому правлению. Казалось, что демографический баланс медленно, наверное, меняется в пользу евреев. Такую возможность нельзя было упустить. Начиная с лета 1948 года, армия, согласно приказу, не допускала возвращения арабов, силой оружия, либо разрушая деревни до основания. В то время политика Израиля в отношении беженцев не считалась чем-то из ряда вон выходящим. Прошло всего три года после окончания Второй мировой войны, поводом которой стало присутствие немецких меньшинств в Польше и Чехословакии. Завершение этой войны повлекло за собой массовое перемещение населения. Установление границы между Польшей и Германией вдоль рек Одар и Нейсе привело к изгнанию примерно восьми миллионов немцев на запад. Территории в бывшей восточной Польше стали частью УССР, декреты Бенеша, принятые в Чехословакии, изгнали около трех миллионов немцев в Судетской области, устранение враждебных элементов, виновных в войне и создание этнической однородности в Восточной и Центральной Европе считалось адекватным выходом из сложившейся ситуации. Очевидно, она была вызвана тем, что в странах региона проживало большое количество этнических меньшинств. Израильское руководство столкнулось точно такой же проблемой. Палестинцы стали причиной войны, и теперь они расплачивались за ее последствия. Сокращение арабского меньшинства в Израиле считалось естественным результатом открытой враждебности палестинцев к государству. Более того, точно так же, как Германия приняла немецких беженцев с Востока, а Польша поглотила польских беженцев, не было никаких причин, по которым арабские государства не должны были принять палестинских беженцев. Однако оказалось, что из всех беженцев, появившихся во второй половине 1940-х годов, палестинцы были единственными, кто не был интегрирован странами, в которых они проживали. Таким образом, они стали постоянной проблемой на Ближнем Востоке. Требование, чтобы они вернулись в свои прежние дома, было нецелесообразным с самого начала, поскольку война стерла реальность, в которую они хотели вернуться. В резолюции 194-й Совета Безопасности ООН от декабря 1948 года, в которой Израиль был призван разрешить возвращение беженцев, возвращение было обусловлено их готовностью жить в мире бок о бок с израильтянами, поскольку эта резолюция призвала признать существование государства Израиль, арабские государства ее отвергли. Позже палестинцы использовали ее в качестве пропаганды, скрывая при этом контекст принятия резолюции. Арабы не были готовы признать еврейское государство, шок поражения и бегства не вызвал стремления к примирению. Это еще больше разжигало миф о возвращении, консервируя проблему беженцев и препятствуя интеграции беженцев в страны, в которых они жили. Миф о возвращении был частью ожидания того, что будет, так сказать, второй раунд, еще одна война, которая сотрет позор поражения и приведет к разрушению еврейского государства. Война 1948 года была воспринята как случайность, которая будет скоро исправлена, поскольку демографический баланс сил благоприятствовал арабским государствам и позволил бы им в долгосрочной перспективе добиться победы. Это восприятие не только сохранило проблему беженцев, но и стало причиной отказа заключить мир с Израилем. Таким образом, нереальность риторика сформировала коллективную память и сознание палестинцев, подпитываемая образовательной программой и пропагандой, она сковала руки политикам и лишила их возможности примирения с Израилем. Глава восьмая Создание израильской демократии Из всех государств, созданных после 1945 года, Израиль одно из немногих сохранивших демократический режим. Конечно, та демократия не была идеальной, и маловероятно, что такая демократия вообще где-либо существует, но, учитывая состояние войны, при котором был основан Израиль, сокрушительные демографические волны, сотрясавшие страну в первые годы существования и характер эмигрантов, большинство их прибыли из стран, не имеющих демократических традиций, есть что-то поразительное в скорости, с которой новое государство установило надлежащее управление и сделало власть демократической. Из-за арабского противодействия мандатная администрация отказалась сотрудничать по любым вопросам, относящимся к резолюции ООН от 29 ноября 1947 года, поэтому никакой упорядоченной передачи власти от мандатных властей, заменившему их еврейскому правительству, не происходило. Более того, прямо накануне провозглашения государственности не было ясно, действительно ли государство будет создано и станет реальностью. Тем не менее, руководство уже начало формировать новые структуры, призванные обеспечить преемственность власти и предотвратить анархию. В апреле 1948 года исполнительный комитет ВСО учредил Народный Совет и Народную Администрацию. Первый, состоящий из 37 членов, был своего рода зарождающимся парламентом, как отмечалось в предыдущей главе. Последний, состоящий из 13 членов, послужил прообразом правительства. Члены обоих этих органов были частично из исполнительного комитета еврейского агентства, избранного сионистским конгрессом, а частично из национального комитета, избранного евреями Палестины, поскольку мандатное правительство запретило создание альтернативных правительственных органов, пока оно еще находилось у власти, этим организациям были даны наименования, подчеркивавшие, что источником их власти был народ, а не государство. После провозглашения государственности они стали временным государственным советом и временным правительством. Хотя разногласия между политическими партиями и различные политические доктрины и взгляды оставались, всех объединяло чувство причастности к беспрецедентному историческому торжественному моменту, это ощущение исключало споры и привело к взаимной терпимости, сотрудничеству и готовности идти на уступки. Таким образом представители партии отказавшихся от государственных должностей Агудат и Исрель, ревизионисты и коммунистическая партия все равно участвовали в обоих органах. Ощущалось всеобщее волнение. Все движутся, есть импульс, все напряжены и готовы, писал Ури Хайншаймер Ядин пятого апреля. Неудивительно, что человек просыпается в пять утра. Несмотря на тяжелую работу до поздней ночи, кто может уснуть в такое время, кто ничего не сделает, чтобы пребывать в этом времени еще более бодрствующим, еще более интенсивным, еще более близким, более внимательным и посвященным? Вскоре после этого он был назначен ответственным за законодательство Министерства Юстиции. Была составлена Декларация Независимости, включавшая в себя сионистский нарратив, объясняющий связь еврейского народа с землей Израиля с двух заглавных букв, международное признание права евреев на свою страну и гордое провозглашение нашего естественного и исторического права на создание еврейского государства на земле Израиля с двух заглавных букв. Границы страны не упоминались. Бен-Гурион отмел все возражения по этому поводу, подчеркнув, что даже в американской декларации независимости не упоминаются границы. Декларации определяется характер государства как демократии, которая обеспечит полное равенство социальных и политических прав для всех его граждан и обращение к соседним государствам и их арабским гражданам с предложением мира. Тем не менее, государство должно было быть еврейским государством открытым для еврейской иммиграции. декларация была написана в нерелигиозном духе и хотя встречаются слова «как было задумано пророками Израиля, она не содержит религиозных коннотаций». Представители Митрахи выступили против такого подхода и в духе тех великих дней был найден компромисс, в соответствии с которым документ заканчивался словами «уповая на твердыню Израиля» с двух заглавных букв. Туманная фраза, которую можно интерпретировать либо как отсылку к Всевышнему, либо как литературную метафору, относящуюся к еврейскому народу. Церемония провозглашения государственности в Тель-Авивском музее прошла скромно из-за опасений по поводу возможного воздушного налета или другого акта саботажа, место и время церемонии держались в секрете, но музей не охранялся так тщательно, как следовало бы, и в ту пятницу днем большая толпа собралась у входа в здание. После того, как Бен-Гурион прочитал декларацию, раввин иегуда Лейб Фишман Маймон произнес благословение дрожащим от волнения голосом, «Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, даровавший нам жизнь и поддерживающий ее в нас и давший нам дожить до этого дня». Присутствующие были поражены полным признанием независимости, когда Бен-Гурион зачитал провозглашение временного правительства об отмене постановлений Белой книги 1939 года, которые запрещали иммиграцию, иностранного правления больше не было. Документ о независимости с подписями присутствующих был положен в сейф в подвале Англо-Палестинского банка, чтобы в случае бомбардировки Тель-Авива он сохранился для поколений. В своих размышлениях о том, каким должен быть режим, Бен-Гурион руководствовался концепцией мамлак-хут-тьют — этатизма. Он хотел, чтобы государство было суверенным образованием, которому подчинялись бы все другие государственные органы. Он стремился ввести под его эгиду все общественные полномочия Ишува, плюс полномочия, которыми Ишув не обладал, такие как суды и правоприменение, монополия на применение силы и формирование законодательно-исполнительной ветвей власти. Он поддерживал все органы, которые укрепляли компетенцию государства и его статус как исключительного источника вдохновения и силы. Насколько мог, Бен-Гурион стремился ослабить все органы, стоявшие между властью государства и его гражданами, в частности, хотел ослабить влияние партий и социальных организаций, таких как движение кибуцев, являвшихся средством вербовки людей в период Ишува. Вместо них он поддерживал новую государственную структуру как единый неоспоримый источник власти, обеспечивающий равенство для всех граждан и сохраняющий общее благополучие. Со времени создания государства его юридическая инфраструктура была готова к работе. Министерство юстиции, одна из первых созданных структур, гарантировало, что вся деятельность правительства будет основываться на законе, в первую неделю существования государства все законы и постановления публиковались в так называемой официальной газете, позже известной на иврите как Расхумот, в соответствии с принципом верховенства права. Постановление о праве и управлении, принятое всего через несколько дней после создания государства, наделило правительственное учреждение полномочиями править до тех пор, пока не будут проведены полноценные выборы и все государственные службы работают почта, порты, отгрузка цитрусовых, радио, аресты, экспроприации, налоговые платежи, гражданская оборона, надзор над местной властью, наем рабочей силы, контроль топлива и так далее и тому подобное, отмечал Урий Ядин, пораженный тем, как молодое государство функционировало всего через два месяца после своего создания, даже первые иски к правительству уже поданы, добавил он, имея в виду иски в окружной суд Тель-Авива, который тем временем был уполномочен исполнять обязанности еще не созданного Верховного Суда, израильская демократия начала работать. Форма правления была определена почти случайно. Предварительно не обсуждалось, копировать ли старые структуры или создавать новые. Парламентская система, при которой правительство под отчет на парламенту и должно заручиться его доверием, соответствовала как прецеденту, созданному сионистскими конгрессами, так и британской традиции. Из последней Бен-Гурион усвоил и скопировал концепцию коллективной ответственности. Решение, принятое правительством, было обязательным для всех его министров. Кнессет, парламент Израиля, продолжил систему пропорционального представительства, используемую сионистскими конгрессами. В те бурные дни никому и в голову не приходило ставить под сомнение эту избирательную систему, которая, отдавая предпочтение более мелким партиям, поощряла их существование, но позже она стала проклятием израильского парламента. Бен-Гурион потребовал изменения этой системы, но не смог ничего добиться. Тем не менее, в течение следующих пятнадцати лет Мапай была центральной партией в израильской политике, получив более третий мест в Кнессете. Она сформировала все правительства и была партией большинства во всех из них. Пока правление Мапай оставалось неизменным, система пропорционального представительства не наносила ущерба функциональной стабильности правительства. Первый Кнессет, избранный 25 января 1949 года, должен был стать законодательным собранием, которое разработало бы и ратифицировало бы Конституцию. Но вскоре стало ясно, что на данный момент никакая Конституция не будет принята. Вместо этого Кнессет примет ряд основных законов, которые со временем будут объединены в Конституцию. Выбор британской парламентской системы, не имеющей Конституции, был обусловлен как политическими, так и принципиальными соображениями. Израильские законодатели пересмотрели модель американской Конституции, которая дает Верховному Суду право объявлять законы, принятые законодательной властью неконституционными. Бен-Гуриону казалось, что эта власть игнорирует желание демократического большинства и ограничивает прерогативу правительства принимать решения. По той же причине партии на обоих полюсах политического спектра МАПАМ объединенная рабочая партия и НЕРУТ Свобода основная правая партия поддерживали Конституцию, поскольку она защищает права личности и меньшинств от тирании большинства. Они опасались, что без Конституции правительство в главе с МАПАЙ может принять законы, наносящие ущерб мелким партиям. Бен-Гурион рассматривал Конституцию как важнейший государственный символ, который учит своих граждан признавать верховенство права и принцип равенства перед законом. Но он утверждал, что признание верховенства права проистекает не из существования Конституции, а из общего духа гражданственности. Во многих странах есть как великолепные Конституции, так и режимы, которые являются деспотическими, тираническими и наносят ущерб свободе людей и их правам. Таким образом, Конституция не панацея, гарантирующая демократию и права человека, и ее преимущества не перевешивают недостатки. Бен-Гурион также утверждал, что только 10% евреев проживали в Израиле в то время, и было бы неразумно со стороны крошечного меньшинства навязывать Конституцию будущим поколениям репатриантов. С политической точки зрения Бен-Гурион пытался предотвратить внутреннюю борьбу, которую могло бы вызвать принятие Конституции, и в особенности он хотел избежать овострения отношений с религиозными партиями. С принятием Конституции встал бы вопрос о том, чтобы сделать Галаху источником права в Израиле, или, по крайней мере, потребовать основывать Конституцию на еврейском законе, который судебная система полностью отвергала. Конституция также предусматривает кодификацию таких специальных соглашений, как договоренность о статус кво, которая была достигнута в ходе переговоров между Бен-Гурионом и Агудат и Израиль до 29 ноября 1947 года. Еврейское агентство заверило Агудат и Исраиль, что в будущем суббота станет общественным днем отдыха, общественные кухни будут кошерными, галахические законы будут учтены в сфере гражданского состояния, автономия религиозного образования будет сохранена, но будет включать в себя профильные предметы общеобразовательной системы. Было бы сложно закрепить это положение в Конституции, поскольку государство все еще не сформировалось, так называемая культурная война могла подорвать доверие к нему и разрушить внутреннюю сплоченность. По прошествии шестидесяти лет это кажется одной из величайших ошибок Бен-Гуриона, в основном потому, что он никогда не предполагал, что влияние религии и власть религиозных партий будут только расти. Он также согласился освободить студентов и ешив, и девушек, которые объявили себя религиозно соблюдающими от военной службы, предполагая, что ультра-ортодоксальные евреи доживают свои последние дни и со временем либо полностью исчезнут, либо превратятся в небольшую незначительную секту. Что касается религиозно-сионистских партий Хамид-Срахи и Напоэль-Хамид-Срахи, он считал их верными партнерами по коалиции в исполнительном комитете ВСО с 1935 года. Бен-Гурион сохранял такое терпимое отношение к религиозным партиям не только потому, что они были удобными партнерами по коалиции. Их требования ограничивали сферой религии и не затрагивали ни внешнюю политику, ни экономические вопросы, но и из принципиальных соображений. Для него эти партии представляли историческую традицию еврейского народа, он также считал, что рано или поздно они обречены на исчезновение, как своего рода пережиток прошлого. В первые годы существования государства травма Холокоста глубоко укоренилась в ультра-арто-зоксальном сознании, рождение государства воспринималось как начало возрождения, а в синагогах в день независимости пели хвалебную молитву халлэль. В то время, вероятно, можно было бы договориться о принятии Конституции в Израиле. Важность Конституции выходит за рамки чисто юридического аспекта. Такой документ — ядро кристаллизации гражданского духа как центрального компонента государственной идентичности. Конституция могла бы внести значительный вклад в устранение разногласий в израильском обществе и стабилизировать общепринятые нормы управления. В этом отношении Бен-Гурион не предвидел динамики исторического развития, однако нужно иметь в виду оптимистическое предположение, что Бен-Гурион мог принять Конституцию — просто домысел. Некоторые ученые полагают, что в те первые дни расхождения во мнениях с религиозным крылом были настолько серьезными, что сделать это не представлялось возможным. Несмотря на то, что Конституция так и не была принята, Верховный суд с самого начала обладал как высоким статусом, так и юридическими полномочиями, выходящими за рамки предоставленных законом. В отличие от ниже стоящих судов, которые были продолжением институтов, существовавших еще при мандатной администрации, Верховный суд оказался исключительно израильским детищем, не имеющим никакого отношения к институту времен мандата, который ему предшествовал. Первоначально Бен-Гурион считал, что это почетное государственное учреждение должно быть расположено в Хайфе, которая не была удостоена каких-либо государственных почестей, но назначенные судьи настаивали, чтобы оно располагалось в Иерусалиме, хотя в то время политический статус города был неясен. Церемония открытия Верховного суда 15 сентября 1948 года вызвала большой ажиотаж. Председатель суда Моше Змора с волнением признался, на протяжении почти двух тысяч лет еврейский народ трижды в день молился о том, чтобы поставить судей твоих как прежде и советников твоих как в начале. Сегодня мы с трепетом приближаемся к воплощению этого предсказания. В первые годы судьи Верховного суда назначались политиками и хотя можно было ожидать, что предпочтение будет отдано членам правящей партии МАПАЙ на самом деле цель состояла в том, чтобы создать политически сбалансированную коллегию судей, которая также представляла бы религиозно соблюдающих и политический центр, отдавая явный приоритет профессиональным юристам над политическими назначенцами. Со временем Верховный суд обеспечил свою независимость постановлением, согласно которому его собственные члены будут избирать новых судей единогласно. Политическая система в целом старалась поддерживать достоинство и независимость Верховного Суда, верное проявление концепции этатизма. Первоначально суд был склонен к внесению постановлений в соответствии с буквой закона, возможно, под влиянием немецкой правовой системы, из которой вышли многие ведущие члены израильской системы. Историки разделились во мнениях относительно причин такой предрасположенности. Объяснения варьируются от страха судей столкнуться с коллективистскими настроениями, преобладавшими в израильском обществе, до их желания научить общественность уважать верховенство закона и государственную сферу. Но суд быстро расширил свои полномочия. В 1953 году две коммунистические газеты ивритская Коль Ха Ам Глаз Народа и арабская Аль Иттихад Союз обратились в Верховный суд с ходатайством об отмене приказа министра внутренних дел о закрытии газет, поскольку они публиковали клеветнические статьи против правительства, которые были истолкованы как подстрекательство к общественным возмущениям против призыва в армию. Сама по себе эта проблема была бурей в стакане воды, поскольку статьи были опубликованы в ответ на рассказ о том, будто посол Израэля в ООН выразил согласие на мобилизацию двухсот тысяч израильтян для борьбы против СССР в Корее, что оказалось уткой. Важнее было то, что суд отменил приказ министра внутренних дел, поскольку суд установил, что статьи не содержали достаточных оснований для ограничения свободы прессы. Суд основывал свое решение на свободах, закрепленных в Декларации независимости, тем самым придав Декларации статус своего рода Конституции, гарантирующей права и свободы личности. В Декларации независимости упоминается право евреев на репатриацию в Израиль и, так называемое, собирание рассеянных объявляется государственной целью. Это было преимущественное право, предоставленное именно евреям по сравнению с другими гражданами. Оно возникло из сионистского мировоззрения, согласно которому Израиль должен был стать еврейским государством, домом для каждого еврея, желающего жить в нем. Закон о возвращении, принятый в июле 1950 года, закрепил право, указанное в Декларации, соединение еврейской национальной идентичности и репатриации в Израиль, предоставляет евреям безусловное право на израильское гражданство со дня их прибытия в страну, за исключением случаев, когда они угрожают общественному порядку, по причинам преступности, здоровья, безопасности или действий, направленных против еврейского народа. Гражданство включает право голосовать и быть избранным в депутаты, когда в 1950 году был разработан закон, в нем не объяснялось, как определить, кто является евреем. В период с 1948 года по 1951 год, в годы массовой миграции, никто не поднимал и не изучал этот вопрос и чье-либо заявление что он или она являются евреями, принималось и записывалось в графе национальность в удостоверении личности. В конце 1950 годов министр внутренних дел Исраэль Бар-Иегуда из левой партии Ахдуд Ха-Афода обнаружил, что официальные лица его министерства трактуют закон по-своему, иногда добросовестно принимая заявление, а иногда отказывая, он издал конкретные инструкции. Любое лицо, добровольно заявляющее, что он или она евреи, а также дети от смешанных браков, должны быть зарегистрированы как евреи без излишних доказательств. Поправка Бар-Иегуды превратила гибкую процедуру в негибкий закон, и эта взрывоопасная проблема, которой до этого избегали благодаря двусмысленности закона о возвращении, теперь была вынесена на общественную повестку дня. В июле 1958 года в Кнессете прошли первые дебаты на тему «кто является евреем». Правительство ратифицировало принципы Бар-Иегуды, тем самым определив, что человека можно считать евреем с точки зрения принадлежности к еврейскому народу, даже если это не соответствует еврейским религиозным законам. В ответ на это решение министры Мавдаль Национальной религиозной партии подали в отставку. Для них этот вопрос был первостепенным, поскольку пересматривал границы еврейского сообщества. Ввиду отсутствия компромисса, который примирил бы требования как нерелигиозной стороны в определении национальной идентичности, так и религиозных кругов, настаивавших на галахическом определении, Бен-Гурион решил проконсультироваться с 50-ти еврейскими мудрецами в Израиле и диаспоре. Вопрос осложнялся. Во-первых, тем, что он адресовал его людям, не только незнакомым с этой проблемой, но и оторванным от реалии жизни в Израиле, а во-вторых, большинство из 50-ти избранных были религиозно соблюдающими. По сути, Бен-Гурион, так сказать, препоручил ответ, который удовлетворил бы Мавдаль и положил конец кризису коалиции. И действительно, большинство респондентов заявили, что кто является евреем, следует определять в соответствии с галахическим законом. Когда министры от Мавдаль вернулись в состав правительства, министерство внутренних дел было передано религиозному человеку, отменившему принципы, которыми руководствовался его предшественник, и неофициально приказавшему должностным лицам министерства регистрировать в качестве евреев только лиц, рожденных от еврейской матери или обращенных в иудаизм в соответствии с галахой. Не будучи основанными на законе, эти инструкции повлекли за собой обжалование. Первая апелляция, основанная на противоречии между положениями закона и постановлениями министра внутренних дел, была подана братом Даниэлем, кармелитским монахом еврейского происхождения, прежнее имя которого было Давид Освальд Руфайзен. Руфайзен считал себя евреем христианской веры и просил записать его в удостоверение личности евреем. Сотрудник Министерства внутренних дел отклонил его просьбу и в 1962 году Руфайзен подал прошение в Верховный суд, требуя реализации своих прав в соответствии с законом о возвращении. Его ходатайство требовало от суда решить, совпадает ли определение еврейской национальности, данное в законе о возвращении, с его религиозным определением, или они разные. Мнением большинства суд вынес решение против брата Даниэля, обосновав это не галахическим определением, кто является евреем, согласно которому он фактически считался евреем, еврей, который перешел в другую веру, остается евреем, но тем, как еврея воспринимает обыватель. Никто бы не подумал, что христианский монах может быть евреем, однако, по крайней мере, один судья считал, что должно быть полное разграничение между религиозным и национальным определениями еврейства и поэтому пришел к выводу, что брат Даниэль был евреем согласно его собственному определению. В конце концов, брат Даниэль получил гражданство в соответствии с законом о гражданстве, который распространяется на всех нееврейских граждан в Израиле, но идеологический вопрос остался нерешенным. Может ли человек быть евреем по национальности, не будучи евреем по религии? Споры вспыхнули несколько лет спустя, когда Беньямин Шалит, старший офицер Цахала, женившийся на Шотландке, которая считала себя атеисткой, потребовал, чтобы их дети были зарегистрированы как евреи, когда регистратор отклонил его просьбу, Шалит подал апелляцию в Верховный суд с ходатайством, основанным на законе о возвращении. В пространном решении суд признал право детей Шалита быть зарегистрированными как евреи на том основании, что закон о возвращении не содержал формального определения, кто является евреем. В нем говорилось, что дети, растущие в Израиле, воспитанные как евреи, идентифицирующие себя с еврейским народом, достойны признания их евреями. Суд добавил, что это никоим образом не подрывает галахическое восприятие, поскольку удостоверение личности официальный государственный документ, который не доказывает и не опровергает еврейское происхождение человека для брака и развода, находящихся в юрисдикции раввинских судов. Соблюдающий религиозное предписание считал, что суд взял на себя право проводить различия между религиозной и национальной идентичностью, так называемыми сиамскими близнецами, которые сопровождали евреев на протяжении всей истории, впервые против соединения этих двух аспектов выступил Клэрмон Тонер в дебатах об эмансипации евреев во Франции во время французской революции. Он был готов предоставить евреям равные права при условии, если они откажутся от своей идентичности как нации и будут придерживаться только своей религиозной идентичности. В Израиле встал противоположный вопрос «Может ли человек быть евреем по национальности, не будучи иудеем по вере?» Эта тема была связана с другой, более сложной «Означает ли это, что государство Израиль должно разрешать гражданские браки?» В конце 1960-х годов этот вопрос вызвал бурную полемику между несоблюдающими евреями и сторонниками религиозной традиции. Тем не менее, он оставался на периферии общественного дискурса, поскольку подавляющее большинство несоблюдающих евреев принимали связь между религиозной и национальной идентичностью как самоочевидную и не оспаривали религиозный характер ни законов о браке и разводе, ни обрядов жизненного цикла обрезания, бар, митсва, похороны. В конце концов, под давлением религиозных партий в 1970-м году была принята поправка к закону о возвращении, которая определяла еврея как человека, рожденного от матери еврейки или человека, который принял иудаизм и не перешел в другую конфессию. Это определение содержало две уступки нерелигиозной общественности. Во-первых, нет упоминания о переходе в иудаизм в соответствии с галактическим законом. Это означает, что в определение включаются также и те, кто принял иудаизм через реформистские или консервативные синагоги в Соединенных Штатах, не признанные ортодоксальным религиозным сообществом в Израиле. Во-вторых, с тех пор закон о возвращении будет также включать детей и внуков евреев, чтобы потомство от смешанных браков также имело право на репатриацию. Это правило касалось прежде всего выходцев из СССР. Оно стало центральным вопросом после массовой эмиграции из России в 1990-е годы, о которой будет сказано позже. Консолидация государственной власти. Необходимость перехода от общества, управляемого на основе общего консенсуса, как в период Ишува, когда каждый мог отвергнуть власть большинства и удалиться к государству, управляемому правительством в соответствии с законом, которое имело право принуждать, не было принято как самоочевидное обстоятельство. Таким образом, государство должно было сначала обеспечить свою монополию на применение силы. Как мы видели, меньшинство Ишува, не признававшее правил большинства, представляли собой в этом отношении проблему. Созданием государства подпольная организация Лейхи объявила о распуске и о том, что ее солдаты присоединяются к Цахалу. Однако Эцель этого не сделала. Еще до того, как государство было создано, оно вело переговоры с лидерами Хаганах об интеграции в армию нового государства. Эцель требовала для себя особых прав, таких, как сохранение своих подразделений в составе Цахала, а также соглашение о том, что она не будет упразднена в Иерусалиме, вопрос, включение которого в состав государства Израиль все еще не был решен. Однако Цель согласилась признать власть государства и ее солдаты вступили в армию обороны Израиля. Однако во время первого прекращения огня разразился кризис. Судно «Аталена» псевдоним Жаботинского, принадлежащая организация Цель с оружием и иммигрантами, достигло берегов Израиля. Поскольку правительство взяло на себя обязательство ООН не ввозить оружие во время прекращения огня, корабль был направлен на удаленный пляж в Кфар-Виткин в надежде, что инспекторы ООН не обнаружат его, и он сможет там выгрузить оружие и передать его в армию обороны Израиля. Эцель пыталась договориться, чтобы ее подразделения имели приоритет в получении оружия, а часть груза будет отправлена в отдельную организацию в Иерусалиме. Правительство отклонило эти условия и отказалось принять Эцель в качестве партнера по переговорам. Первоначальная Эцель казалась готовой передать оружие Цахалу, но вскоре дала понять, что этого не будет. На берегу произошли столкновения между бойцами Эцель и солдатами Цахала жертвы были с обеих сторон. Корабль отправился в плавание и сел на мель у Тель-Авива на глазах у мировых СМИ. Менахем Бегин, командира Цель, поднялся на борт корабля и в пламенном радиообращении призвал однополчан приехать и помочь разгрузить груз. Бывшие члены Эцель покинули подразделение Цахала и поспешили к берегу. Проследовали ожесточенные столкновения между бойцами Эцель и солдатами Цахала. В Тель-Авиве был введен комендантский час, а командующему Пальмах и Галю Алону было приказано остановить то, что правительство и большая часть общественности рассматривали как попытку бросить вызов власти. Пушечный выстрел, выпущенный из лагеря Йона на севере Тель-Авива, попал в судно, оно загорелось. Несколько человек были убиты или ранены, а члены цель вынужденно покинули горящее судно из Далис. История корабля Алталена создала миф о Менахеме Бегине, лидере, готовом взять на себя ответственность за благосостояние нации в целом, поскольку, когда корабль загорелся, он призвал своих людей прекратить сражаться и избежать междоусобной войны. Но это также стало основополагающим мифом о государственном суверенитете Израиля, поскольку Бен-Гурион доказал свою решимость обеспечить государственный контроль с помощью военной силы, если это необходимо. Люди цель теперь вернулись в армию обороны Израиля и в индивидуальном порядке были приняты в различные подразделения. 17 сентября 1948 года посредник ООН граф Фольке Бернадот был убит бывшими членами Лехи. В ответ правительство приняло решительные меры, арестовав активистов Лехи и цель и уничтожив последние остатки независимости цель в Иерусалиме. В сентябре 1948 Бен-Гурион приказал расформировать Пальмах. Пальмах, как передовая часть армии обороны Израиля, доказала свою состоятельность в ожесточенных боях. Это не нарушило дисциплину Цахала и не представляло потенциальной угрозы правительству, как то случилось со цель. Но штаб-квартира Пальмах была политически связана с левыми, особенно с мапам левой партии, основанной в январе 1948 года. Бен-Гурион желал, чтобы армия была в первую очередь лояльной к государству, а не каким-либо партиям или организациям. Упразднив Пальмах, он намеревался показать, что существует только одна армия Цахал и один законный источник власти избранное правительство. Были те, кто утверждал, что Бен-Гурион пытался ослабить своих политических противников, но, оглядываясь назад, ясно, нет никаких сомнений в том, что его действия создали прецеденты для государства, которое гарантировало невмешательство армии в политику. Общество Ишула обладало широким политическим самосознанием. Его партии были мобилизующими и организующими субъектами, которые способствовали посредничеству между человеком и обществом. Все распределялось в соответствии с политической преданностью. Иммиграционное свидетельство, национальное поселение, национальное командование Хаганах, биржи занятости, даже порядок посадки на суда нелегальной иммиграции, знамя этатизма, поднятое Бен-Гурионом, предназначалось для противодействия власти политических организаций и утверждения государства как представителя всеобщих интересов, которое стремилось обеспечить благополучие всех граждан. Государство придерживалось политики равенства для своих граждан, независимо от их политической принадлежности. Как мы видели, деполитизация армии была одной из первых мер, предпринятых с этой целью. Пятеро из шести начальников штабов Цахала, служившие под руководством министра обороны Бен-Гуриона, были беспартийными и не случайно. Старшие офицеры, явно склонявшиеся влево, не нашли себе места в Цахале. В 1950-х годах все еще можно было найти старших офицеров Цахала, активных в политических партиях, в основном в Мапай, но принцип разделения политической деятельности и активной военной службы постепенно проник в общественное осознание и к концу периода стал общепризнанным. Правовая система была еще одной ареной деполитизации. Судя по дискуссии на тему кто является евреем, большинство судей не имели явной политической принадлежности, в то время как суды проявляли идеологический нейтралитет и без колебаний критиковали государственные учреждения. С другой стороны, государственная служба строилась на базе отделов, существовавших в исполнительном комитете еврейского агентства, национальном комитете и правительстве мандата. Первые два имели традицию политизации, теперь перенесенной и на госслужбу. Каждый министр быстро укомплектовал министерство своими друзьями. Идея профессиональных государственных служащих, которые могли бы служить противовесом министру с его пристрастными соображениями, была едва ли приемлема. Первое десятилетие госслужащий работал в интересах министра, наконец, в 1959 году был принят ряд законов о государственной службе, в них устанавливались универсальные меритократические критерии назначения на должности. Отныне каждый министр имел право назначать троих своих людей на так называемые доверительные должности, в то время как остальные должностные лица выбирались профессиональными комитетами на основе навыков, и министру не разрешалось их заменять. Эти назначения были возложены на комиссию государственной службы. Принцип меритократии в конечном итоге восторжествовал, так что уровень образования и способностей государственных служащих оказал большое влияние на их продвижение по службе, чем их политическая принадлежность, прекрасный пример развития министерства финансов. Его государственные служащие были учениками молодого экономиста, американского эмигранта по имени Дон Патинкин, который привнес современное экономическое мышление на факультет экономики еврейского университета. Так называемые парни Патинкина стали ядром профессионального персонала министерства финансов и Банка Израиля и они ввели нормы профессионализма и политического нейтралитета в такие финансовые области, как управление государственным бюджетом, ассигнование министерств, сбор налогов и так далее. В период Ишува система образования была разделена на так называемые потоки, контролируемые разными группами интересов, так называемое общее течение было сионистским и нерелигиозным, оно не имело политической окраски, но отождествлялось с центром и правыми и управлялось муниципалитетами и местными советами. Так называемый рабочий поток хистодрут обучал студентов физическому труду, сельскому хозяйству, организовывал поездки в кибуцы и воспитывал преданность коллективу. Это способствовало сближению с социалистическими образами и идеями и отождествлению с миром униженных и угнетенных. На школьных дворах активно действовали новаторские молодежные движения, связанные с политическими партиями, сионистско-религиозное течение принадлежало хамец-рахи и содействовало изучению религии и религиозного мировоззрения, но также включало общие предметы с упором на традиционные еврейские и сионистские ценности и образы. Наконец, на так называемом независимом потоке Агудат Исраэль велись только уроки религии. Образование важный инструмент формирования национальной идентичности. Если оставить его в руках политических фракций, это законсервирует политическое наследие Ишува, но ни одна из этих групп не стремилась отказаться от своей власти, особенно рабочий поток, могущество которого возросло из-за его доминирования в лагерях эмигрантов и ма-оборот в транзитных лагерях, о них будет сказано позже. Теперь это был самый большой поток, хотя его масштабы в период Ишува не были особенно выразительными. Большинство рабочих в городах и мошавах отправляли своих детей в общеобразовательные школы. После ожесточенных столкновений между религиозными и рабочими потоками из-за детей эмигрантов была выработана договоренность. Хамецрахи и рабочий поток согласились отказаться от политического контроля над образованием, которое теперь находилось в ведении Министерства образования и было разделено на так называемое государственное и государственно-религиозное направление. Независимый поток Агудат и Израэль по-прежнему контролировал свою собственную систему образования, но, как мы видели, был небольшим, и никто не думал, что у него есть будущее. Говорят, Бен-Гурион предполагал, что государственное образование будет проводиться в духе рабочего движения, которое в то время активно развивалось, но все сложилось иначе. Хорошо это или плохо, но образование приняло нейтральный характер. Критики Бен-Гуриона позже утверждали, что устранение потоков фактически привело к разрушению рабочего потока и его особого способа обучения, в то время как другие потоки остались такими, какими были изначально. В результате уменьшилась способность левых распространять свое мировоззрение среди молодого поколения. В то же время передача контроля за образованием от политических фракций государству была большим достижением для концепции этатизма. Одним из центров политической власти стали биржи труда. С конца 1930-х годов ими руководило еврейское агентство. Их укомплектование персоналом и распределение работ определялось политически. Когда было создано государство, биржи труда были переданы министерству труда, но их политизированный характер и влияние политической принадлежности соискателей на поиск работы для них сохранялись до конца 1950-х годов, когда биржи труда стали так называемыми службами занятостей со своими штатными госслужащими, процедуры распределения работ теперь проводились в соответствии с правилами государственной службы и под контролем государственного контролера. Еще одна победа этатизма. Другие движения, помимо рабочих, обнаружили, что их традиционные роли узурпированы государством. Созданная герцлем сионистская организация, так называемый зародыш государства, внезапно осталась без четкой миссии. Еврейское государство стало реальностью, и что теперь? Вопрос о роли и положении всемирной сионистской организации в новом государстве был связан с отношениями между Израилем и сильной, богатой американской, еврейской общиной. Американское еврейское руководство было готово поддержать создание Ишуа в Палестине и одобряло отправку ему помощи, но при условии, что его деятельность не будет иметь национальных устремлений, которые могли бы сыграть на руку антисемитским элементам в американском обществе, которые затем могут обвинить американских евреев в двойной лояльности. Так, например, Хадасах женская асианистская организация Америки заведовала обширной системой здравоохранения в Ишуве. Начав работать еще в Британской Палестине, она создала систему профилактической медицины, центры по уходу за младенцами и больницы в Ишуве, а затем и в Израиле. Американский еврейский объединенный распределительный комитет «Джоинт» также активно действовал в стране. По крайней мере, на первый взгляд, эти организации функционировали как благотворительные, а не как национальные. Некоторые группы среди американской еврейской элиты полностью отмежевались от сионистской организации. Самым радикальным из них был американский совет по иудаизму, который зашел так далеко, что начал яростную антисионистскую пропаганду. Его члены помогали представителям арабских стран готовить выступления в ООН, когда решение разделе еще не было принято. Другие группы, такие как американский еврейский комитет АЕК, заняли более умеренную позицию. Их беспокоило участие в делах, которые могли бы представить евреев как нацию, а не только как конфессию, и отмежевывались от сионизма. Этой позиции придерживалось и реформаторское движение. По мере того, как стала известна судьба европейского еврейства, лидеры несионистского американского еврейства все больше склонялись к тому, чтобы примкнуть к сионистской борьбе, а также внести щедрое пожертвование для закупки оружия, создание оружейной промышленности в Израиле и финансирование войны за независимость. Лидеры АЕК Джозеф М. Проскалер, а позже Джейкоб Блаустайн и главы объединенного еврейского призыва Генри Моргентау младший и Генри Монтор установили прямую связь с Бен-Гурионом и его коллегами из сионистского исполкома, минуя руководство сионистской организации Америки. В то время у сионистской организации Америки было сильное и влиятельное руководство во главе с Абой Гилелем Сильвером и Эммануэлем Нойманом, которое не сходилось во взглядах с Бен-Гурионом по многочисленным вопросам и, соответственно, не демонстрировало готовность мобилизоваться для оказания помощи государству по целому ряду требований. Эта позиция не устраивала Бен-Гуриона, который считал, что сионистская организация должна быть безоговорочно привержена государству Израиль с двух заглавных букв. Создание государства поставило два основных вопроса в повестку дня в отношении сионистской организации. Первым было определение разницы между сионистами и несионистами в нынешней ситуации, когда государство уже существовало. Второй вопрос — пересмотр границ суверенитета государства по отношению к сионистской организации. Бен-Гурион теперь не видел реальной разницы между сионистами и несионистами. Ни одна из групп не эмигрировала в Израиль, в то время как обе хотели, чтобы Израиль процветал и действовали в его интересах. Более того, возможности несионистов по сбору средств оказались намного существеннее, чем у сионистов, что касается политического влияния, то у несионистов были гораздо более влиятельные связи. Сионистская организация потерпела резкое падение как престижа, так и влияния, в то время как несионисты во главе с президентом Айек Лаустайном требовали четкого определения границ власти государства, которое распространялось бы только на его граждан без каких-либо попознавений по отношению к американскому еврейству, они также потребовали, чтобы Соединенные Штаты были определены как диаспора, а не рассеяние, термин, подразумевающий, что евреи должны иммигрировать в Израиль, и чтобы лозунг «собирание изгнанников» не применялся к американскому еврейству, но только к странам, где евреи находились в бедственном положении. Фактически в вопросе иммиграции не было разницы между несионистами и сионистами, оба считали Соединенные Штаты Родиной, а не местом изгнания, но сионисты хотели, чтобы Израиль признал их посредником между новым государством и евреями диаспоры. Сионистская организация будет представлять этих евреев по отношению к Израилю и представлять Израиль для них. Бен-Гурион сразу отверг эту идею. Суверенное государство Израиль с двух заглавных букв могло устанавливать отношения с кем бы то ни было. Он категорически отказался предоставить сионистской организации исключительные права в качестве посредника. По его словам, есть много евреев, которые не были сионистами, и они также хотят сыграть свою роль в строительстве государства. Здесь сошлись два интереса. Государство, определявшего себя как центр и источник чаянии мирового еврейства, и интересы не сионистов в том, чтобы помешать сионистской организации получить статус единственного представителя евреев диаспоры. Бен-Гурион был непреклонен. Только граждане Израиля имели право влиять на его политику, а евреи, не живущие в нем, не имели права вмешиваться. Однако он заявил, что государство не намерено вмешиваться во внутренние дела американских еврейских общин. Это был дух, так сказать, взаимопонимания, достигнутого между Бен-Гурионом и Блаустайном. На 23-м сионистском конгрессе в 1951 году, первом после создания государства, цели сионизма были изложены в Иерусалимской программе. Задача сионизма заключается в укреплении государства Израиль с двух заглавных букв, собирании изгнанников в Эрес Исраэль и заботе о единстве еврейского народа. Это определение было крайне двусмысленным. Упоминание о собирании изгнанников не проводило различий между странами, в которых евреи находились в бедственном положении, и евреями с запада, но факт, что оно не было направлено в отношении евреев запада, формулировка «еврейский народ» также была чрезвычайно расплывчатой ввиду беспокойства за чувства Блаустайна и других несионистов. Однако Конгресс решил, что Израилю следует принять закон, признающий особый статус сионистской организации как представителя евреев диаспоры. Такой закон противоречил не только так называемым договоренностям между Бен-Гурионом и Блаустайном, но и интересам Израиля, как их понимал Бен-Гурион. Следовательно, на пути от решения Конгресса до принятия закона к Нессетам статус сионистской организации был подорван. Параграф, описывающий сионистскую организацию как представителя еврейского народа, был удален и заменен описанием ее как «уполномоченного агентства, действующего в Израиле для развития и заселения страны, абсорбции и патриантов и координации деятельности еврейских учреждений, работающих в этих сферах в Израиле». В 1954 году между сионистской организацией и правительством был подписан договор, согласно которому сионистская организация получила официальный статус представителя мирового еврейства во всех вопросах, касающихся ее миссий, но это соглашение не помешало правительству Израиля вести переговоры с другими еврейскими организациями. Предприятие State of Israel Bones облигации государства Израиль с доходом от продаж выше, чем у United Jewish Pill, чей доход снизился в 1950-е годы, было передано в руки несионистов Бен-Гуриону было легче вести переговоры с представителями несионистских организаций. Представители сионистской организации были членами партии с политическими претензиями, стремившимися вмешаться в дела Израиля как изнутри, так и извне. Несионисты со своей стороны не хотели вмешательства Израиля в дела диаспоры и, соответственно, воздерживались от смешательства в дела Израиля. Вместо политической власти они просили лишь уважения и чтобы к их советам прислушивались. Бен-Гурион утверждал, что сионистская организация выполнила свою роль и выступал за ее распуск, но даже в своей собственной партии он не нашел поддержки этой позиции. Многие в израильском руководстве чувствовали приверженность организации, которая только недавно возглавила борьбу за создание государства, они также признали, что сионистская организация и еврейское агентство многие состояли и там, и там, имели опыт в организации иммиграции, а также в приеме и абсорбции репатриантов, поэтому они поддержали дальнейшее существование организации, несмотря на противодействие Бен-Гуриона. С годами различия между сионистами и несионистами в американском еврействе стали размытыми. Тема двойной лояльности, беспокоившая несионистов после создания государства, теперь сделалась маргинальной. Энтузиазм, охвативший евреев диаспоры в связи с шестидневной войной, разрушил барьеры между двумя типами идентификации с государством, в 1968 году была сформулирована вторая иерусалимская программа, провозгласившая следующие цели сионизма. Единство еврейского народа и центральная роль Израиля в еврейской жизни, собирание еврейского народа на исторической родине, Эрец Исраэль через Алию из всех стран, укрепление государства Израиль, основанное на пророческом видении справедливости и мира, сохранение самобытности еврейского народа посредством развития иудейского, еврейского и сионистского образования, а также еврейских духовных и культурных ценностей, защита прав евреев повсюду. Очень мало осталось от так называемого понимания Бен-Гуриона Блаустайна начала 1950-х годов. Программа признала центральную роль Израиля в жизни еврейского народа. Она провозгласила эмиграцию одной из целей сионизма, не исключая западных евреев, и это придало сионистской организации важную роль в диаспоре, которой ранее она не играла. В 1971 году было создано расширенное еврейское агентство, в котором 50% представителей были от сионистской организации, 30% от объединенного еврейского призыва и 20% от организаций участников со всего мира. Таким образом, пал последний барьер между благотворительными организациями, большая часть которых была представителями несионистских организаций и сионистскими представителями. Становление израильской демократии В отличие от норм, принятых в других социальных демократических государствах, в Израиле левые выступали против так называемого большого правительства, а правые поддерживали его. Самостоятельно созданные организации левых, как, например, кибуцное движение, организаторские навыки и самоотверженность участников которого лежали в основе способностей к мобилизации и предприимчивости, в период мандата только укрепившихся, при передаче их государству не допустили потери выполняемых ими национальных функций. МАПАМ, марксистская партия, созданная в 1948 году в результате союза между партией Хасхомер Хатзаир, базировалась в кибуце Хатарци Хасхомер Хатзаир и Ахдуд Хаафода, созданная в 1944 году бывшими членами МАПАЙ, большинство из которых принадлежали Хакибуц Хеймохад, рассматривали этатизм как попытку Бен-Гуриона решить рабочее движение его идеологической социально-экономической базы и передать государству роль национального строительства. МАПАМ считала себя левой альтернативой МАПАЙ и интерпретировала этатизм Бен-Гуриона как грубую попытку сместить его, пока МАПАЙ захватывала новые позиции во власти. Чувство отчуждения левых от нового государства усилилось после распуска Пальмах, требований Бен-Гуриона, чтобы кибуцы приняли наемных рабочих из числа новых эмигрантов, что будет рассмотрено позже, а также усмирение так называемого восстания моряков. Забастовки израильского торгового флота, подавленной военно-мобилизационными приказами. В годы Холодной войны левые слепо восторгались СССР, в то время как Бен-Гурион перевел государство Израиль с двух заглавных букв с позиции неэльтралитета, которую оно заняло во время войны за независимость, на явно прозападную позицию. Левые были настроены враждебно по отношению к этатизму и Бен-Гуриону, потому что считали, что такая политика исторически ущербна. Они выступали против политической линии Бен-Гуриона, которая не соответствовала их идеологии и политике. Первый период существования Израиля 1948-1967 годы ознаменовался господством власти Мапай. Партия имела большинство во всех правительствах, возглавляемых Бен-Гурионом. Она также имела большинство в исполнительном комитете Хиста-Друт. Членом Мапай был и генеральный секретарь Хиста-Друт. Члены партии занимали большинство должностей в Хиста-Друт, в том числе Хефрат Хаоф-Дим, сообщество рабочих, дочерняя компания Хиста-Друт, Золель Бонех, крупная строительная компания Хиста-Друт, и даже в рабочих советах, которые строго следили за рабочими местами, не давая особых полномочий рабочим комитетам или профсоюзам. Большинство госслужащих также состояли в Мапай. Мапай Хиста-Друт напоминали исполнителей, которым поручено проводить жизнь принципы татизма. Они действовали, как своего рода претарианская гвардия, проводившая государственную политику, сформированную Бен-Гурионом. Данный процесс превратил Мапай в политическую машину, пресекающую любые попытки демократизировать ее изнутри или извне, изменить способ работы или ввести новые фракции в свое руководство. Этатизм Мапай был патерналистским, так как власть находилась в руках одного политического движения, ведущего государства в том направлении, которое оно считало лучшим для общественного блага. В тот период Израиль был парламентской демократией, но с немыслимым для демократических стран уровнем централизации и политической и экономической власти. Демократия народа для народа, но все же без народа. Бен-Гурион заявлял о возможности создания коалиции, включавшей весь политический спектр партии Израиля, но без Херут и Маки, последняя коммунистическая партия Израиля. Херут была партией, основанной Менахемом Бегином после распада цель. Не было уверенности, что Бегин решит переключиться на парламентскую деятельность и принять правила демократической игры, равно как и его поведение и политический стиль в те первые годы, не всегда соответствовали этим правилам. В 1952 году, когда Кнесет обсуждал соглашение о репарациях с ФРГ, что будет рассмотрено позже, Бегин позволил демонстрантам из своей партии напасть на Кнесет и забросать камнями его фасад, пока спикер не был вынужден прервать заседание. В истории законодательной власти это случилось первый раз. Бегин применял популистские приемы, так, например, на предвыборных митингах его сопровождали мотоциклисты. Он позиционировал свою правую партию как истинную альтернативу Мапай и ее социалистическим методом, но суть его концепции была внешнеполитической, претензии на контроль над всей землей Израиля с двух заглавных букв по обе стороны реки Иордан. Он обвинил правительство Бен-Гуриона в малодушии и подчинении великим державам, однако большинство израильтян считало его взгляды воинственными и нереалистичными. Хотя со временем Хэруд стала более умеренной и недоверие, вызванное ее недемократической тактикой, уменьшилось, все же до тех пор, пока Бен-Гурион был премьер-министром, Хэруд не входила в коалицию. Партии не удавалось набрать более 17 мест в Кнессете. В 1965 году Хэруд объединилась с либеральной партией, созданной общими сионистами, в надежде избавиться от имиджа радикальной безответственной правой партии и охватить более широкую аудиторию избирателей, новая партия получила название ГАХАЛ, аббревиатура от ГУСК, ГЕРУТ, ЛИБЕРАЛИМ, либерального блока Хэруд. Несколькими месяцами ранее, в 1964 году, премьер-министр Леви Эшколь выполнил последнюю волю Зеева Жаботинского в его завещании, что независимое израильское правительство доставит его останки в Израиль для перезахоронения. Этот символический акт ознаменовал легитимацию партии Хэруд в политической жизни Израиля. МАКИ Коммунистическая партия Израиля вообще не входила в сионистский блок, хотя она признавала существование Израиля как государство, поскольку СССР проголосовал за решение о создании двух государств 29 ноября 1947 года и признал Израиль, это была антисионистская партия, которая безоговорочно придерживалась просоветской политики. МАКИ была двусоставной и по-настоящему предоставляла голос израильским арабам в период после войны 1948 года, когда их притесняли и лишили всякой связи с миром. Она выступала категорически против военного положения, навязанного арабам после войны, и против правительственной экспроприации арабских земель. Со временем партия поляризовалась между еврейскими членами, которые возражали против арабских националистических заявлений, призывавших упразднить Израиль, и арабскими членами партии, которые поддерживали подобное заявление. По одной из версий, на секретном заседании Центрального комитета партии, член Кнессета Тауфик Туби предложил СССР объявить создание государства Израиль с двух заглавных букв «сталинской ошибкой», которую необходимо исправить. Предложение было отклонено голосованием. В 1964 году партия раскололась. В Маке остались только евреи, а отколовшаяся партия «раках». сокращение от «ресхима коммуниститит Хадаша» новый коммунистический список почти полностью состояло из арабов. Накануне шестидневной войны Маке поддержала позицию Израиля, а «раках» выступила за арабов. Арабское меньшинство в Израиле после войны за независимость насчитывало 156 тысяч человек, что составляло около 20% населения. Большинство арабов жили в Галилее и в так называемом «малом треугольнике», переданном Израилю и Орданией после заключения соглашения о перемирии и в Нагеве. У них, ошеломленных поражением, бегством и изгнанием, не было признанного лидера. Израиль захватил брошенную арабскую собственность и экспроприировал арабские земли для еврейских поселений. По некоторым оценкам, от 40 до 60 процентов принадлежащих арабам земель в израильских районах в 1948 году было передано еврейским поселенцам. В декларации независимости Израиль заверил своих арабских жителей в равных правах, но после войны Бен-Гурион убедился, что арабам нельзя доверять и что по соображениям безопасности им следует назначить военное управление, это означает, что они были лишены права защищать себя в израильской судебной системе. По иронии судьбы, это военное управление основывалось на чрезвычайных законах об обороне времен мандата, которые использовались в свое время против еврейского и шува. Военная администрация ограничивала свободу передвижения арабского населения. Им требовалось разрешение на выезд из своих городов и деревень, что не позволяло получить работу или высшее образование в центре страны. Военная администрация имела право сносить здания и конфисковывать землю, если считала, что они использовались для совершения враждебных действий. Работа в сфере образования или муниципалитетов зависела от согласия администрации. Помимо Маки и после 1954 года Мапам арабы были исключены из еврейских политических партий. Только в 1960 году они были приняты в качестве равноправных членов Хистадрут название которой теперь было изменено на Всеобщую Федерацию Рабочих Израиля Мапай создала арабские так называемые сателлитные избирательные списки, по которым могли избираться члены, поддерживавшие Мапай в Кнессете. В этом начинании партию поддержала военная администрация, сотрудники которой относились к арабскому меньшинству как клиентуре получавшей привилегии в обмен на политическую поддержку. Активисты Мапай благоволили вождям арабских кланов, обеспечивавшим голоса на выборах. Во втором десятилетии существования Израиля законодательство военного управления было смягчено и отменены ограничения на передвижение. Но даже несмотря на то, что большинство партий, в том числе Херут, выступали за упразднение вредного устаревшего аппарата военной администрации «Пятна на израильской демократии», это было сделано лишь в 1966 году во время премьерства Леви Эшколя. После этого так называемые сателлитные списки были постепенно смягчены, а затем полностью ликвидированы в 1981 году и появились независимые арабские партии. В истории еврейско-арабских отношений в Израиле 1950 годов символом стало одно трагическое событие. 29 октября 1956 года накануне Синайской кампании напряженность на границе с Иорданией обострилась. Командующий сектором изменил ночной комендантский час, введенный в деревнях с 21.00 до 17.00 без предупреждения рабочих на полях. Командир батальона пограничной полиции приказал своим подчиненным стрелять в любого, кто нарушит комендантский час. Из восьми командиров взвода батальона семеро позаботились, чтобы жителям было разрешено безопасно вернуться в свои дома, но один выполнил приказ беспрекословно, и в тот вечер в Кафр Касеме были убиты 47 мужчин, женщин и детей. Военное руководство было шокировано. Его немедленной реакцией стало стремление скрыть это. Бен-Гурион попытался заглушить общественное мнение. Военная цензура запретила всякое упоминание о бойне, но новость быстро распространилась. Члены Кнессета от МАКИ опросили раненых в больнице и взяли показания. После этого, защищенные депутатской неприкосновенностью, они раскрыли все подробности с трибуны Кнессета. Оппозиционная газета Хаолам Хацех с вопиющим нарушением цензуры напечатала шокирующие факты. Израильская общественность была ошеломлена. Одиннадцать офицеров и солдат предстали перед судом, восемь были приговорены к длительным срокам тюремного заключения, хотя в течение двух лет сияни получили помилование. Суд, в рассмотрении которого находилось это дело, создал прецедент, ставший с тех пор каеугольным камнем израильского законодательства, приказ, над которым разбивается так называемый черный флаг, явно незаконен, иными словами, оправдание того, что кто-то выполнял приказ, недействительно в тех случаях, когда приказ несомненно незаконен, как в данном случае, когда он связан с убийством невинных мирных жителей. Арабское население не забыло о Кафр Касеме, ежегодно отмечается день памяти этой бойни, которую преподносят как звено в цепи несправедливости и жестоких действий, совершаемых государством Израиль с двух заглавных букв против арабов. С другой стороны, дело Кафр Касема заставило задуматься еврейскую общественность об установлении четких границ, что разрешено, а что запрещено в отношениях между армией и гражданами, а также о необходимости установить этические нормы поведения военнослужащих. Во время войны за независимость поэт Натан Альтерман написал в своей еженедельной газетной колонке, названной седьмая колонка по хладнокровном убийстве пожилого араба во время взятия Лидды Лода. Стихотворение, заглавленное «Он здесь» по этому поводу вызывало к суду над убийцами «Бряцающих оружием и нас вместе с ними их задело нас за кивок согласия». Шепча «О необходимости и мести отнесли к военным преступникам». Альтерман добавляет «Шепча это действительно было». «Давайте избавимся от спокойствия, которая боится своего отражения в зеркале!» Бен-Гурион одобрил это стихотворение и распространил среди Цахала. Однако сомнительно, чтобы такое понимание характера взаимоотношений между армией и гражданами в условиях демократии укоренилось в общественном сознании. В начале 1950-х годов в арабских деревнях велись беспощадные поиски лазутчиков и солдатский палец всегда лежал на курке. Снова и снова Альтерман тщетно предупреждал о несправедливости военного управления и выступал против подавления так называемого права протеста коммуниста Тауфи Катуби в Кнессете. В данном случае Бен-Гурион большой поклонник поэта не согласился с ним. Таким образом резня в Кафр Касеми стала великим испытанием которое в итоге привело к эмоциональной встряске. Она заставила пересмотреть нормы морали и установить обязательные критерии которые хотя и не всегда соблюдали все же имели воспитательный эффект ограничивающий насилие. На заре своего существования израильская демократия заимствовала как либеральные парламентские модели с запада так и некоторые модели из так называемой управляемой демократии восточного блока. Получалось уникальное сочетание свободы слова и собраний независимой судебной системы защищающей права личности свободных выборов и свободной прессы с одновременным присутствием централизованной политической системы контролируемой в основном одной партией протекционистского правительственного аппарата и стандартов поведения позволявших политикам извлекать выгоду из своего служебного положения. Когда контролер еврейского агентства обратил внимание Левия школя тогдашнего директора отдела поселения агентства на коррупцию среди его чиновников тот ответил библейской цитатой ставшей классической «Не заграждай рта валу когда он молотит». Второзаконие глава двадцать пятая стих четвертый подразумевая что использование государственной должности для получения финансовой выгоды неизбежно в бюрократической системе того времени когда для импорта экспорта или получения иностранной валюты требовалось разрешение а в период жесткой экономии 1950 годов когда все предметы роскоши считались нарушением закона использование так называемых контактов для получения скидки льготы лицензии и так далее было общепринятой практикой была расхожей поговорка если у тебя есть друзья тебе не нужна протекция а взяточничестве ходили слухи как выразился Альтерман говорят совершенно открыто не шепотам с упоминанием чинов и имен и называют решительно кем когда и сумму и в каком учреждении и должность и профессию и слышишь непостыдные имена вроде Аль Капоне отнюдь нет имена людей которые трудились на строительстве дорог и пели храм будет восстановлен политической жизнью управляли партии и каждая партия в коалиции лоббировала интересы своих организаций и сторонников левые поддерживали кибуцное движение мошавы кефрат ха оф дим центры правые позаботились о владельцах частных компаний промышленниках владельцах цитрусовых рощ управляющих отелями и подрядчиках публичные тендеры еще не получили распространения таким образом существовала благодатная почва для коррупции как отдельных лиц так и организаций в обход государственных процедур в Израиле была свободная пресса у каждой партии наличествовала своя газета существовало также несколько независимых газет правительство подвергалось резкой критике как со стороны правых так и левых однако журналисты опасались затрагивать некоторые сферы в том числе безопасность редакционный комитет очень уважаемый форум который премьер-министр время от времени созывал для разъяснений таким образом предоставляя его членам секретную информацию был одним из средств обеспечения сотрудничества прессы с правительством телевидение еще не проникло в Израиль Бен-Гурион считал что оно развращает общественность радиопередачи контролировались управлением радиовещания или армейской радиостанции которые находились под надзором правительства таким образом правительство получило преимущество перед любой оппозиционной группой распространяя свою версию событий но оппозиция полностью использовала свободу слова в прессе и сумела донести свою точку зрения до своих приверженцев ведущие газеты такие как Ха-Арец Ма-Ариф Эйдиот Аронот и даже Дафар газеты организации Хистадрут на самом деле Мапай были независимыми и в той или иной степени выступали против различных правительственных действий лишь в одной сфере граница между разрешенным и запрещенным была размытой разрешено ли правительству шпионить за избранными чиновниками такой акт мог иметь различные оправдания безопасность государства подозрения в контакте с иностранными агентами или борьба с подрывной деятельностью но мог ли премьер-министр разрешить Схин Бет служба безопасности позже служба общей безопасности прослушивать лидеров МАПАМ скрытые микрофоны обнаруженные в конференц-зале руководства МАПАМ привлекли внимание к тому что составляло лишь верхушку айсберга поскольку такая практика была широко распространена военная администрация вела наблюдения за арабскими лидерами и прослушивала их можно предположить что другие лидеры оппозиции и возможно даже члены правящей партии также прослушивались принятый принцип согласно которому государственные учреждения такие как Схин Бет не служат конкретным интересам соблюдался не всегда похоже некоторые представители силовых структур время от времени находились в состоянии опьянения от ситуации создания государства и ощущения что они держат в своих руках бразды правления этим можно объяснить использование Схин Бет в политических целях подавление забастовки моряков военно-мобилизационными приказами или идея которая была включена хотя и не реализована в закон о Цахале что каждый солдат будет работать в сельском хозяйстве в течение одного года в качестве обучения только такая атмосфера могла породить безрассудную идею использования сети евреев-сионистов в Египте для проведения диверсий которые дестабилизировали бы британскую эвакуацию из этой страны это дело было вписано в израильскую историю под названием позорное дело 1954 год сосуществование индивидуализма и коллективизма первые два десятилетия существования государства были отмечены конфликтом между коллективистскими нормами поддерживавшими преданность обществу и важность мобилизации людей для работы на благо государства и индивидуалистическим стремлением людей повысить уровень жизни обеспечить хорошее образование детям и подняться по социальной лестнице в риторике преобладались и низкосоциалистические ценности но в повседневной жизни люди старались улучшить свое личное положение этот конфликт имел любопытное проявление в трех внепарламентских оппозиционных группах появившихся в то время первое схурат хамитнатфим строй добровольцев появилось в 1952 году эта группа идеалистов состояла из студентов еврейского университета желавших улучшить израильское общество большинство из них были либо членами мапай либо идеологически близкими к нему вероятно они усвоили концепцию татизма Бен-Гуриона и стремились притворить ее в жизнь они сохранили свою независимость и сама группа не присоединилась к какой-либо политической партии но работала чтобы помочь принять массы репатриантов с одной стороны и бороться с коррупцией в правительственном аппарате с другой схурат хамитнатфим придерживалась коллективистских стандартов ее члены считали себя обязанными доказать свое право предъявлять требования другим занимаясь волонтерской работой таким образом их первым делом была помощь жителям транзитного лагеря недалеко от Иерусалима во время наводнения зимой 1951-52 годов и обучение новых эмигрантов ивриту впоследствии из социальной ответственности они начали предупреждать и информировать о случаях повальной коррупции в правительственных кругах чистка государственного аппарата должна была способствовать становлению более достойного израильского общества склонность группы к коллективистским тенденциям была более чем очевидна в ее пуританстве и неутомимом проникновении во внутренние механизмы государственного аппарата иногда в нарушении рамок закона или вторгаясь в частную жизнь разочарование по поводу незначительных результатов своих действий вынудило их искать сенсационные заявления которые побудили бы общественность поддержать искоренение коррупции поэтому они сосредоточились на обвинении Амоса Бен-Гуриона старшего полицейского офицера и сына премьер-министра подавшего на них в суд за клевету вызванный этим делом резонанс вышел далеко за рамки всего чего они добивались ранее но также оттолкнул многих людей прежде их поддерживавших в итоге схурат хаминдатфин распалась ее члены разбрелись по разным направлениям в настоящее время их можно найти как в левом так и в крайне правом лагере вторая внепарламентская оппозиционная группа была представлена в еженедельнике Хаолам Хацех этот мир редактором которого был Ури Авнери Авнери начинал как правый член Эцель явно склонявшийся к ханаанаизму движению стремившемуся создать новую израильскую идентичность основанную на древних семитских народах но к тому времени когда приобрел еженедельник в 1950 году он пересмотрел свои взгляды и теперь поддерживал диалог между евреями и арабами мишенью для выпадов еженедельника служила мапай Авнери питал ненависть к Бен-Гуриону которого видел как злого карлика действующего против поколения коренных израильтян выросших в Ишуве Хаолам Хацех был независимым изданием существовавшим за счет подписки и рекламы и не имевшим политической принадлежности Авнери ввел в израильскую прессу то что позже стало известно как журналистское расследование и многие журналисты прошли обучение в его офисе его девиз гласил без страха без предвзятости заголовки первых полос кричали о коррупции в аппарате Мапай как серии статей о Хушистане городе Хайфа мэром которого был член Мапай Аба Хуши на последней странице были фотографии из статьи в стиле плейбой адаптированные к местным стандартам скромности эта смесь необузданной политической агрессии и сенсационного буайеризма делала Хаолам Хацех очень привлекательной многие читали этот еженедельник правда обычно тайно в 1950 годах с Хаолам Хацех сотрудничал Шмуэль Тамир фанатичный правый адвокат глубоко ненавидящий Бен-Гуриона он освещал два судебных процесса патриарши Израиль процесс Грюнвальда Кастнера и дело Амоса Бен-Гуриона и Схурат Хамидна Дфрим другой мишенью газеты служила организация тьмы Скинбет или Шабак Схерут Хабитахон Хаклали служба общей безопасности которая рассматривалась как серьезная угроза Авнери ввел в оборот евритские термины битсуизм стремление людей Бен-Гуриона подчеркивать действия в ущерб идеологии и битчонизм подчинение политического и социального мышления потребностям оборонного истеблишмента он яростно критиковал контроль Бен-Гуриона над оборонным ведомством а позже нацелил свои выпады на Моше Даяна которого считал угрозой израильской демократии в то же время на протяжении всей своей жизни Авнери питал слабость к солдатам Цахала с которыми участвовал в войне за независимость ему приписывают разоблачение дела Кафр Касем и ведение беспощадной борьбы с военным положением для арабского населения в 1965 году Авнери был избран Кнесет по списку активистов выступавших за мир с арабскими странами Авнери и его газета действовали нестандартно его нездержанность грубый стиль пренебрежение правилами во всех его проявлениях все это знаменовало новый период в отношениях между правительством и общественностью тем не менее как идеализм схурат хамптнатфим так и идеализм хаолам хацех придерживался коллективизма как руководящей идеологией в ней трудно увидеть либеральные элементы отстаивающие личную свободу и права и в этом смысле Авнери также принадлежит к эпохе коллективизма третья оппозиционная группа состояла из профессоров еврейского университета и интеллектуалов и сформировалась в 1960-х годах чтобы обличить правление Бен-Гуриона которое они считали агрессивным и авторитарным в 1960-м году были обнаружены подделки в документах относящихся к так называемому позорному делу Пенхас Лавон генеральный секретарь Хистадрут и один из самых влиятельных людей в стране был министром обороны во время так называемого позорного дела и как следствие был вынужден уйти в отставку теперь он пытался обелить свое имя утверждая что это не он приказал задействовать диверсионную сеть в Египте Бен-Гурион отклонил его просьбу об официальной реабилитации заявив что премьер-министр не принимает решения о виновности или невиновности особенно на основании версии только одной стороны в этом деле другой стороной был начальник военной разведки Беньямин Гибли который утверждал что Лавон действительно разрешил ему создать сеть теперь так называемое дело Лавона разрослось как снежный ком Лавон нарушил все правила политической игры выступив в Кнессете перед комиссией по иностранным делам и безопасности политическим собранием куда входили представители партий изложил полный список требований и обвинений в адрес оборонного истеблишмента его заявление попало в прессу опять же вопреки общепринятым правилам когда министерский комитет так называемый комитет семи который был создан лишь для процедурных целей постановил что Лавон не отдавал приказ Бен-Гурион решил что вся процедура нарушает принципы разделения властей и естественную справедливость и ушел в отставку чем больше Бен-Гурион настаивал на расследовании этого дела тем больше Лавон играл роль мученика дело приняло форму своего рода суда над Дрейфусом особенно после того как центральный комитет Мопай освободил Лавона от обязанностей генерального секретаря Хистадрут более сотни профессоров подписали письмо протеста против Бен-Гуриона требуя восстановить доброе имя Лавона есть несколько возможных объяснений этой беспрецедентной активизации ученых в поддержке Лавона это случилось после ряда столкновений между Бен-Гурионом и интеллектуалами вызванных его выражением безразличия к еврейской литературе его претензии на то что он не только политический лидер но и создатель взглядов народа что выражалось в его отношении к Библии как средоточию еврейского творчества при игнорировании всех других достижений еврейской культуры из поколения в поколение и возвышенных лозунгов избранный народ и свет народом которые получили статус национальных целей согласно этой теории интеллектуалы полагали что претензии Бен-Гуриона на роль не только политического лидера но и пророка могут привести к так сказать тоталитарной демократии термин придуманный Яковом Тальмоном крупным историком и известным ученым лидером интеллектуальной оппозиции другой возможной причиной действий профессоров было прежнее лидерство лавонов в молодежном движении Гордония некоторые из лидеров ученой среды такие как Натан Ротен Штрайх принадлежали к данному движению и предпочли остаться верными своему бывшему лидеру даже Амос Оз тогда еще молодой писатель и член Кибуца Хульда который был связан с Гордония считал лавона вожаком и наставником Ури Коэн историк высшего образования в Израиле считает что решение правительства в конце 1950-х годов построить университет в Тель-Авиве тем самым нарушив монополию еврейского университета на высшее образование вызвало протестное настроение среди профессоров что в итоге нашло свое идейное выражение в деле лавона так или иначе дело превратило израильских интеллектуалов в мощную оппозиционную группу которая была способна мобилизовать средства массовой информации и оказать большое влияние на общественное мнение в этот период среди интеллектуалов можно обнаружить определенную усталость от процесса строительства нации тем не менее сам факт что профессора покинули башню из слоновой кости и начали действовать исходя из своего понимания идейных ценностей показывает что ими все еще двигал дух коллективизма они считали себя обязанными способствовать формированию имиджа государства с 1960 по 1965 годы так называемое дело лавона оставалось в повестке дня страны но простые граждане устали от этого до смерти их больше не интересовали подробности истории различные противоречивые версии которые все еще обсуждались на частных собраниях среди образованного среднего класса они просто хотели его прекратить однако Бен-Гурион не допустил прекращения дела теперь для него главным был правовой вопрос министры правительства не могли обелить или предъявить обвинение кому-либо сама возможность таких действий министров явилась бы смертельным ударом по принципу разделения властей и принципу примата государства на котором он основан но для публики неустанное продолжение дела Бен-Гурионом выглядело как ненужная борьба за власть в одном из современных мультфильмов есть сцена где Бен-Гурион разбивает собственный бюст то есть разрушает свой публичный имидж молотком если оглянуться назад видно что существовало негласное соглашение о правильности позиции Бен-Гуриона поскольку в 1968 году был принят закон о государственных комиссиях по расследованию гарантирующий независимость таких комиссий от политической системы но этот триумф бен-Гурионовского этатизма явился первой победой тем временем Мапай раскололась и Бен-Гурион и его сторонники основали партию Рафи Ресхимат Пой Исрель список рабочих Израиля из так называемой молодежи во главе с Шимоном Пересом и Мошедаяном положение Мапай в общественном мнении было подорвано на следующих выборах в 1965 году сила рабочих сионистов ослабла перед выборами был создан альянс союз Мапай и Агдуд Хаафода в то время как на выборах в Кнессет пятого созыва Мапай получила сорок два места Агдуд Хаафода девять на выборах в Кнессет шестого созыва альянс выиграл всего сорок пять мест внутреннее единство и баланс между младшими и старшими членами было нарушено поскольку молодое руководство сверглей к власти пришло старшее поколение беспритягательной силы Бен-Гуриона Мапай начала терять свое непоколебимое положение в обществе с тех пор продолжалось ослабление ее власти в 1953 году Бен-Гурион оставил пост премьер-министра и переехал жить в кибуц Сдебокер построенный посреди пустыни Негеф и не связаны ни с одним из существующих кибуцных движений чтобы продемонстрировать приверженность новаторскому этатизму даже на пенсии Большая часть населения чувствовала себя брошенной Отец-основатель покинул штурвал государственного корабля Сменившего его Моше-Шаретта люди не считали способным вызвать такое же доверие к руководству страны Прошло совсем немного времени когда Бен-Гурион вернулся на пост премьер-министра в 1955 году но в 1960 годах когда дебаты по так называемому делу Лавона все продолжались и продолжались общественность почувствовала что пришло время сменить караул Бен-Гурион взрастил нескольких талантливых молодых людей Даяна Абу-Эвена и Шимона Переса которых назначил в кабинет министров сформированный им в 1959 году этот поступок вызвал обеспокоенность среднего поколения Мапай что Бен-Гурион пытался их обойти и передать эстафету управления молодым в среднее поколение входили такие фигуры как Левия Школь Голда Мейер Пинхас Сапир и Залман Аран занимавшие ключевые государственные посты в этом деле они выступили против Бен-Гуриона столкновение отразило снижение статуса Бен-Гуриона в его собственной партии и вызов его лидерству изнутри его отставка и замена Леви Эшколем в 1963 году ознаменовали конец эпохи период становления израильской демократии закончился политическая система смены караула сработала хорошо премьерство Эшколя оказалось отмечено большей гибкостью в отношении централизации государства большей терпимостью и открытостью отмена военного положения для арабов и перезахоронение останков Жаботинского в Израиле возвестили о готовности расширить масштабы израильской демократии и о национальном консенсусе Этатизм был руководящим принципом стандартом который не всегда реализовывался на практике но имел важное образовательное значение в конце концов выросло поколение усвоившее эти ценности избавившееся от политизации последнего остатка практик и шува в этот начальный период были созданы механизмы контроля для обеспечения равенства граждан перед законом и предотвращения произвола со стороны правительства Верховный суд государственный контролер и генеральный прокурор в тот период Израиль не был либеральной демократией и во всех вопросах касающихся прав личности и меньшинств согласно определению одного ученого Этатизм был республиканской концепцией рассматривавшей государство как свободное содружество члены которого были полны решимости действовать чтобы способствовать его успеху и чей дискурс подчеркивал обязанности гражданина баланс между личностью и обществом был смещен в сторону общества индивидуального отчуждения части либеральной демократии в тот период в Израиле не существовало в происходящем наличествовала высокая степень участия общественности об этом свидетельствует высокий процент голосовавших на выборах в Кнессет в 1950-х и 1960-х годах в разгар холодной войны даже такие давние демократии как Великобритания США и Франция позволяли себе пренебречь принципами либерализма если чувствовали что общественное благосостояние находится под угрозой если брать в расчет правила принятые в то время на демократическом Западе молодая израильская демократия вела себя приемлемо Продолжение следует субтитры следует... Продолжение следует...